Это было 6 июня, 23 июня этого года. То есть получается группа технологическое лидерство, в общем, ага, вот группа технологическое лидерство подошло. Как раз просто мы для вас делаем вот эту видеозарисовку. Хорошо, чтобы ваша группа могла поучаствовать, если можно. Так, а остальные ваши члены где? Где Егор, Александр? Как-то не дожили. Запускайте, пожалуйста, дальше. Ну, я думаю, что с этого можно место. При всём при этом всегда в обществе отношение к людям инженерной профессии всегда было очень серьёзным и уважительным. За последние годы мы приняли ряд шагов, направленных на укрепление отечественной инженерной школы. Созданы национальные исследовательские университеты, ориентированные на подготовку современных технических кадров. Начиная с 2006 года в развитии материальной базы инженерных факультетов целевым образом было вложено более 54 миллиардов рублей. Удалось повысить уровень подготовки специалистов, в том числе по таким критически важным направлениям, как авиационная, атомная, автомобильная промышленность, металлургия, энергетическое машиностроение. Отрадно и то, что общественный престиж профессии растёт. Карьера инженера становится привлекательной с точки зрения статуса и материального достатка. В стране запускаются крупные индустриальные проекты, в рамках которых инженерам по-настоящему интересно и амбициозно работать. Закономерно, что всё больше школьников увлекаются математикой, физикой, химией. Ректоры крупных вузов как раз сообщают о том, что тенденция определённая к повышению престижности этих профессий растёт, и количество абитуриентов увеличивается. Как в МГУ наблюдать? Сейчас естественно науки пользуются хорошим спросом и синусоидой на их стороне. То есть растёт конкурс на естественно науки. Вы мне говорили, что был период, когда практически и конкурса никакого не было, все хотели быть юристами, экономистами, менеджером. Значит, меняется, абсолютно точно меняется, в лучшую сторону. Это тенденция такая очень позитивная и приятная. Чтобы ребята состоялись в жизни, в профессии, добились успеха, смогли реализовать себя в интересах страны, нам важно сделать новые качественные шаги в развитии отечественного технического образования. Кроме того, есть и объективный запрос на перемены в системе подготовки инженерных кадров. Меняется не только технологический, но и весь уклад жизни. Меняются и представления об инженерной деятельности, растут требования к этой профессии. Сегодня это профессионал высокого уровня, который не только обеспечивает работу сложнейшего оборудования, не только конструирует современную технику и машины, но, по сути, и окружающую действительность формулирует. Не случайное появление таких направлений, как биогенная, социальная инженерия. Поговорим сегодня, во всяком случае, прошу вас поговорить сегодня на все эти темы, чтобы проанализировать преимущества и недостатки существующей, действующей системы подготовки инженерных кадров. Нужно подумать о том, как добиться, чтобы она, эта система подготовки кадров, в полной мере отвечала вызовам времени, запросам экономики и общества, способствовала решению задач, которые сегодня стоят перед нашей экономикой в целом. Это повышение конкурентоспособности, технологическое перевооружение промышленности, кардинальный рост производительности труда. Убеждён, что отечественная система технического образования должна быть нацелена на подготовку инженеров, чьи навыки, квалификации отвечают требованиям, потребностям предприятий. Это не только главные конструкторы и исследователи, создающие новые технологические и идущие к новым технологическим решениям, это и так называемые линейные инженеры. На них и держится вся профессия, навыки, компетенции, знания линейных инженеров во многом определяют надёжность, эффективность производственного процесса, внедрение новых технологий, качество конечного продукта. Именно таких специалистов сегодня остро и не хватает в отечественной экономике. Предприятия буквально борются за грамотных профессионалов. Такой спрос, конкуренция – это, конечно, хорошо, но нельзя допустить, чтобы существующий кадровый дефицит, а он наблюдается на ведущих наших предприятиях, чтобы он стал сдерживающим фактором развития экономики, так же, как и недостаточная квалификация выпускников ВУЗов. Вот для справки могу сообщить, но многие наверняка это знают. Тем не менее, скажу об этом вслух ещё раз. В 2013 году в ходе опроса работодателей они оценивали подготовку выпускников ВУЗов по этим профессиям на 3,7 балла по пятибалльной системе. По мнению работодателей, примерно 40 процентов поступающих на работу нуждаются в дополнительной подготовке. Какие моменты, считаю, важными, на что я хотел бы обратить сегодня внимание? Прежде всего, следует определить, какие специалисты потребуются отраслям промышленности, нашим регионам через 5-10 лет. Хотелось бы, конечно, заглянуть и за более далёкий горизонт лет на 20, хотя мы все прекрасно понимаем, что жизнь так быстро идёт вперёд, технологии так быстро меняются, что, наверное, на 20 лет прогнозировать сложно, но чем дальше мы за горизонт на это сможем заглянуть, тем лучше. Это действительно очень серьёзная, кропотливая работа. Надо посмотреть, что называется, подальше, обратить особое внимание на направления, которые определяют новый технологический уклад или уже определяют новый технологический уклад. А что это такое, мы с вами тоже знаем, это робототехника, производство новых материалов, биотехнологии, превентивная и персональная медицина, инжиниринг и дизайн. И, безусловно, необходимо чётко понимать, какие отрасли могут стать локомотивами развития целых территорий, таких как Сибирь, Дальний Восток, Арктика. Следует рассчитать потребности в инженерных и технических кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Сделать это в разрезе отраслей, регионов и крупнейших работодателей, как я уже говорил. Не прошу правительства Российской Федерации, субъекты России, объединения работодателей, компании с госучастием представить предложения по механизмам таких расчётов. Следует также актуализировать госпрограммы, программы развития госкомпаний и регионов, включить в них разделы, определяющие потребности в кадрах, в первую очередь в инженерных кадрах. Такие разделы уже сегодня должны создать ориентиры для всей системы технического образования. Это касается в том числе количества бюджетных мест и дополнительного профессионального образования действующих инженеров. Об этом ещё скажу чуть попозже. Отмечу, что потребности в перспективных компетенциях надо учитывать и про формирование новых и инвентаризацию уже действующих профессиональных стандартов. Этой работой занимается Национальный совет компетенций и квалификаций, в который вошли представители ведущих бизнес-объединений страны. Вновь подчеркну, принципиально важно, чтобы именно на основе обновлённых профстандартов формировались и актуализировались образовательные стандарты. Уважаемые коллеги, мы с вами уже не раз говорили, что надо максимально приблизить профессиональное образование к реальному производству. При подготовке инженерных кадров это играет решающую роль. На деле крупнейшие индустриальные центры сегодня у нас размещены на Урале, в Сибири. Большие планы связаны с развитием промышленности на Дальнем Востоке. Между тем, большинство, во всяком случае, ведущих вузов страны расположены в европейской части, преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге. Получается, что специалистов в области металлургии по некоторым другим направлениям, которые востребованы в других территориях, в территориях перспективного развития, я сейчас об этом уже сказал, они находятся в одном месте за тысячи километров, а кадры находятся совсем в других территориях. Понятно, что о нормальной производственной практике, о подготовке специалистов под потребности конкретного завода, конкретного предприятия, конкретной компании в такой ситуации трудно вести речь. Бюджет тратит огромные средства, вузы работают. Как классик говорил, контора пишет, а студенты зачастую уже заранее знают, что инженерами они работать не будут. В другой город, в другой регион страны не поедут и хотят остаться там, где они учатся. Получается, что технические вузы готовят будущих офисных работников, сотрудников банков, других контор, что, собственно говоря, неплохо, но для этого есть другие направления подготовки специалистов. Проблема действительно сложная, болезненная и для студентов, и для самих учебных заведений. Но, безусловно, об этом нужно думать и её нужно решать. Поступая в технический вуз, молодой человек должен связывать с выбираемой профессией своё будущее. И у него должны быть все условия и для получения качественного образования, и для последующего трудоустройства. Понятно, что в вопросах реорганизации вузов нельзя с плеча рубить, нельзя ничего делать, как в народе говорят, с кондачка. Надо искать гибкие, но эффективные подходы и решения. Например, базовую инженерную подготовку можно осуществлять в технических вузах столичных городов, а на старших курсах увеличивать количество образовательных программ, совмещенных с практикой на предприятиях в соответствующих регионах. Давайте обсудим все возможные варианты. И мне бы хотелось, конечно, по этому поводу услышать ваше мнение. Далее, важнейший вопрос – кто будет учить будущих инженеров? Преподаватели должны обладать современными знаниями, сами понимать весь технологический процесс, и не на основе опыта десятилетней-двадцатилетней давности, а именно так, как организована работа на передовых предприятиях, которые являются технологическими лидерами в своих отраслях. На что, считаю, важно здесь обратить внимание? Первое. Надо изменить саму структуру образовательного процесса в технических вузах. Больший акцент необходимо делать на практические занятия. Конечно, не в ущерб теории, не в ущерб лекционной работе, но, тем не менее, побольше практики должно быть, побольше подходов к научным исследованиям студентов и преподавателей. Второе. Нужно активнее приглашать ведущих учёных, специалистов, практиков из рубежа для преподавания на наших технических факультетах. В этой связи отмечу те результаты, которые показала так называемая программа мегагрантов. У наших студентов, молодых преподавателей, аспирантов появилась возможность напрямую учиться у звёзд мировой науки, в том числе и у наших соотечественников, которые работали или продолжают работать в зарубежных вузах и научных центрах. Сам неоднократно встречался на различных площадках с теми людьми, которые приехали, работают с преподавателями, уже работающими в России, с нашими студентами, с аспирантами. Результаты хорошие. По модели мегагрантов уже создано 160 научных лабораторий, при этом достигнуты значимые и научные результаты. Одновременно следует создавать возможности для внутренней академической мобильности, чтобы преподаватели из Москвы и Санкт-Петербурга, других крупных городов страны, обучали студентов в региональных вузах. И, в свою очередь, сами получали практический опыт, ознакомились с работой крупнейших предприятий, вели исследовательскую работу по востребованным промышленностью темам. Третье. Будущих инженеров должны учить не только учёные, но и практики. Следует устранить барьеры, которые не позволяют вузам привлекать специалистов, работающих на конкретных предприятиях. Конечно, это должна быть соответствующая методика, подходы соответствующие. Любого практика тоже в вуз не пригласишь, но подходящих людей надо критерии выработать и приглашать их преподавать. Считаю, что Миноборнауке должно снять избыточные требования к вузам в этом направлении. Например, упростить механизмы совместительства для преподавателей, но только для тех, кто занимается именно наукой или работает на реальном производстве. Ещё одна важная тема. Кстати говоря, то, что я сейчас вам рассказываю, это всё результат моих контактов с людьми на местах, на крупных предприятиях или в вузах. И там, и там. Ещё одна важная тема. Нужны не только инженеры, но и лидеры больших коллективов, способные реализовать масштабные проекты. В этой связи считаю необходимым создать условия для развития проектно-ориентированного образования инженерных кадров, адаптировать к этим задачам образовательные стандарты, использовав лучшие наработки и советской инженерной школы, передовой зарубежный и наш отечественный опыт. Одновременно следует стимулировать студентов к осуществлению первых проектов. Это могут быть ребята с разных факультетов, учебных заведений, готовые работать в команде, решать конструкторские задачи, реализовывать свои идеи. Для поддержки студенческих коллективов будем развивать систему конкурсов, соревнований. Такие механизмы сегодня становятся эффективным способом подготовки кадров и профориентации. Это позволяет наладить взаимодействие между вузами и работодателями, собирать сильные команды, выявлять лучших, наиболее талантливых, перспективных студентов. Важно, чтобы конкурсные задания были не абстрактными, а предполагали создание продукта для конкретных предприятий. Вот недавно только был в одном из регионов на предприятии. Там вот прямо руководители предприятия прямо говорят, ну так нужно нам оборудование, соответствующее, которое используется на предприятии. Готовы просто реально финансировать, деньги вкладывать. Наши будут делать, чтобы наш вуз, который там рядом, чтобы он был в состоянии это сделать. Понимаете, есть источники, реальные внутренние источники для финансирования. Отмечу, что дано поручение организовать ежегодный всероссийский конкурс студентов и аспирантов, обучающихся по инженерным специальностям. Надеюсь, что выполняется это поручение, и мы скоро увидим результаты. Необходимо подумать и о других формах поддержки студенческих проектов и конкурсов. Давайте обо всем этом поговорим. Предлагаю похлопать. Есть ли вопросы к докладчику? Да, прошу. Как-то микрофон что-то не работает, да? Ну, я предлагаю ваши вопросы перевести в суждение. Что-то микрофона у нас сегодня. Ну, так как основная проблема в обсуждении, основная проблема воспитания инженерных кадров в обсуждении не выделена, то, следовательно, будет иметь место хаотический набор неорганизованных проблем. Как их расправлять по задачам, остается совершенно непонятным. Таким образом, задачи не могут принципиально быть увязаны в единый пучок вызова. И пока что вся эта инициатива представляет собой не что иное, как пальбу из пушки по воробьям. Спасибо. Есть еще осуждения? У меня, конечно, другое осуждение. Мне кажется, что то, что сегодня руководитель страны способен формулировать задачи, связанные с возрождением инженерной школы и ставит вопрос про инженерное образование как один из главных в стране, конечно, мне это кажется очень правильным. И, в общем, выводы, которые здесь были озвучены о том, что именно инженеры должны и могут, и только, видимо, они и могут стать основой для освоения новых территорий, создания новых производств высокотехнологичных, создания высокопроизводительных рабочих мест и так далее. Конечно, эта задача ставится на самом высоком уровне. И, конечно, это меня лично вселяет большой оптимизм. В общем, соглашусь, что, возможно, государство, оно вроде такое мощное, такое сильное, но много-много вопросов есть, которые государство, в общем, не способно обработать, мне это кажется. Потому что кажется, что оно всесильно, а на самом деле ему нужна, мне кажется, наша с вами помощь. И без этого, я думаю, что многие инициативы, к сожалению, могут уходить просто в песок. И вот наш сегодняшний пленум было бы хорошо, хорошо бы наш сегодняшний пленум посвятить тому, что мы все с вами, как мы сможем, собственно, реально помочь нашему министерству развития и найти те самые искомые и ускользающие ресурсы развития. В связи с этим я бы предложил взять за базу ту схему, которая была сегодня утром всеми группами выработана и, я так понимаю, взята как основная. И в связи с этим я предлагаю группе министерства развития выступать в конце, с некими итогами того, что же в нашей игре, в нашей с вами работе совместной удалось сделать. Спасибо. Я хотел бы заслушать группу номер 8 технологическое лидерство. Докладчик Андрюхин Иванов. Следующий слайд, можно? Что мешает развитию технологий, что мешает их внедрению в реальное производство, в жизнь? На наш взгляд, основная проблема для внедрения технологий – это отсутствие спроса на нее. Следующий, пожалуйста. На данной схеме отображена структура формирования и внедрения технологии. Первичным фактором является вызов. Это та проблема, которая породила, собственно, необходимость создания этой технологии. После того, как необходимость возникла, требуется ее осознать. Зачастую это тоже бывает проблемно. После того, как необходимость осознана, рождается спрос на эту технологию. И только после спроса можно говорить о предложении и внедрении технологий. На примере импортозамещения, импортной независимости России, вызов, санкции, необходимость. Нужно создавать свое. Какое-то время занимает осознание этой необходимости. И появляется спрос на отечественное оборудование. И только после этого можно говорить о предложении, о разработке этих технологий, либо о возрождении этих технологий, если они были, и внедрении их в реальную жизнь. Следующий слайд. На сегодняшний день мы живем вот так. У нас есть государство, у нас есть общество, у нас есть бизнес, и есть технологии. Существуют институты, существуют какие-то разработки, существуют отдельные энтузиасты, которые их разрабатывают и пытаются продвинуть в жизнь. Но нет общности. Следующий слайд. А должно быть вот так. Государство, общество и бизнес должны совместно определить необходимость и импульс развития технологий. Что для этого нужно? Для этого нужно внедрение, отчасти возрождение, проектно-ориентированное образование, создание национальной системы инженерного дела. Это то, о чем мы вот в предыдущем докладе видели. Это именно то, что нужно. Далее необходим госзаказ на технологии. Потому что без заказа какой смысл разрабатывать технологии? Разрабатывать их ради разработки или разрабатывать их ради того, чтобы они стали внедряться? Для этого нужен заказ. В большинстве случаев на высокие технологии заказчиком не может являться бизнес, не может являться общество. В частных случаях да, но по основным ключевым моментам заказчиком является именно государство. Для того, чтобы технологии развивались, необходимо появление бренда некой такой концепции российские технологии. Это должно звучать. Российские технологии в энергетике. И что для этого нужно? Создавать площадки для разработки и внедрения технологий. Эти площадки послужат тем органом, который объединит, как на предыдущем слайде, общество, государство и бизнес. Государство создаст заказ, создаст условия для внедрения технологий. Бизнес, возможно, решит экономическую составляющую. А общество, общество заинтересовано собственного внедрения этих технологий. Таким образом, главной целью нашей группы является поиск путей импортозамещения и внедрения инноваций через создание программы по внедрению площадок для разработки и внедрения технологий. Спасибо. Вопросы? Да, общественная организация. Микрофоны. Добрый день, коллеги. Фомин Андрей, общественная организация. Можно на слайде где-то было про спрос и предложение? Где-то в начале он был. Правильно ли я понимаю, что под спросом вы понимаете потребность? Да. Просто в экономике это немножко разные термины спроса. Согласен, согласен. Здесь это именно потребность. Спасибо. Второй вопрос на схемку, где технологии… Дальше, следующее. Правильно ли я понимаю, что на данной схеме вы считаете, что технологии все полностью, скажем так, они заключены чисто в бизнесе, а общество и государство в них косвенное участие принимает? Нет, просто кружащих технологий он в бизнесе полностью, а в государстве и обществе частички. Или это просто ошибка? Нет, это ошибка графики исключительно. Ладно, спасибо. Хорошо. Еще два вопроса на понимание. Вот я правильно понял. Можно вот на слайд перед этим. Так, еще. Вот вы в своем докладе говорили что-то про энтузиастов. Вот есть энтузиасты, дескать, ну они понятно, как-то там у них ни шатка, ни балка. И что вот единственный путь, который вы видите, это такой, когда возникнет заказчик. Например, государство вам закажет или там или бизнес вам закажет, или общество вам закажет. Я правильно понял, что вот это единственный путь к тому, чтобы создавались новые технологии, внедрялись? Для того, чтобы внедрить технологии, мы считаем, что необходим на них спрос. А спрос рождается заказчикам. Да, понятно. Ладно, понял, спасибо. Есть еще вопросы? А, из интернета, да, извините. Так, вот Денис Шакуров спрашивает. Вопрос в группе технологии будущего. Я точно знаю, что есть колоссальный спрос на альтернативные источники энергии среди обычных людей, дачников и жителей отдаленных районов, отрезанных от центральных энергосетей. Изучали ли вы этот вопрос? Ну, интересно, Денис Шакуров, ну, в общем, раз он знает этот колоссальный спрос, он, интересно, дескать, уже, наверное, создал компанию, которая делает альтернативные источники энергии. То есть, откуда вопрос, если есть, собственно, этот самый спрос колоссальный. Очень понятно. Да, ну, в общем, что группа может сказать? Вы изучали этот вопрос или нет? Да, нет. Нет. Понятно, хорошо. Так, кто должен создавать площадки, спрашивает Елена. Ну, видимо, я так понял, вы. Мы. А, то есть, а вы это кто? Мы это группа технологии лидерства. То есть, мы должны создать некую программу по созданию площадок. Если вопрос стоит о фактическом, то есть, о реальном внедрении этих площадок, то думаю, что заказчикам на них должно выступить все-таки государство в первую очередь. А если не выступит? Значит, нет спроса. Точно. И что это значит? Значит, не будет развития, не будет технологии лидерства. Ну, то есть, я правильно понимаю, что не будет площадок? В случае, если государство их не создаст? Нет, подождите, вы сказали, что вы будете их создавать. Я правильно услышал? Нет. А, ну вот, хорошо. Так, да, прошу. Вот эта схемка. Правильно ли я понимаю, что вы сейчас как раз заткнулись на спросе, а все остальные вот эти вот вызов, необходимости, осознание, это уже сейчас прошло, да, эти пункты? И самое главное, после того, как все ощутили вызов, поняли, что необходимо что-то делать, осознали это, но что-то вот не спрашивают пока. Правильно я понимаю? Или вы по-другому эту схему интерпретируете? Где вы, вот у вас сейчас затык, в каком месте? Это зависит от того, о какой технологии говорить конкретно. То есть мы на предыдущих докладах рассматривали комплекс технологий, и по каждой из них мы находимся на разные ступеньки. В основном вы считаете, что мы все-таки… Самое главное это спрос. В случае, если говорить, допустим, об износе сетей, есть вызов, сети изношены, есть необходимость менять их, но в данном случае нет осознания необходимости их менять. В случае, если говорить об импортозамещении, есть вызов, я уже озвучивал, есть необходимость, есть осознание необходимости. Мы видим это из докладов правительства и так далее. Соответственно, появляется спрос. Здесь уже дальше продвинулись. Если касаться… Что, 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 не поняла. Вот здесь вот как-то замедлитесь. Есть вызов, необходимость, осознание и что? Все необходимое предложение внедрения. Так. И в чем проблема тогда? В том, что предложения внедрения еще нет. Нет, подождите. Предложения внедрения нет или нет заказа на это? Заказ на это только появился, только сейчас. Государство озвучивает о том, что необходимо импортозамещение. Соответственно, появляется спрос. Ну, вот я не могу не спросить, возможно, отчасти в это же место. Вот я правильно понял, что вы считаете бессмысленным разрабатывать технологии без заказа? Да. Понял. Спасибо. Бесперспективно. Бесперспективно. Есть ли еще вопросы? Я предлагаю обсуждать. Обсуждение, да? Хорошо. Ну, у меня такое вот. Говорил о том, о развитии чисто формальное такое замечание, осуждение. То есть группа отработала ровно половину тематизма дня. Сегодня тематизм дня такой интересный, он состоит из двух половин четко выделенных. Что мешает развитию? И вторая половина – необходимые ресурсы развития. То есть подразумевая, что тема дня вскрывается, если отработаны обе половины. То есть, если, допустим, отсутствие спроса или ограниченный спрос, недостаточный, или не в той форме, он мешает развитию, то как бы нужно было группе тогда отвечать и на второй вопрос, каким-то образом изыскивать ресурсы. Отсюда эти вопросы… Ну, само собой. Ну, они же ответили, что, дескать, они не видят, собственно, не видят никаких препятствий. И поэтому и кабнет ресурса никакого. Я так услышал. Ну, вот нет, это понятно, так или и так, но факт остается фактом. Я просто обращаю внимание, что как бы последующие группы, как бы тоже, чтобы все фиксировали, так сказать, какую половину они отработали. Потому что вторую половину без первой не отработать, а первую без второй можно. Можно следующий слайд? Еще, 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 еще. Здесь, предыдущий. Мы говорим о том, что необходимо создание национальной системы инженерного дела и внедрение проектно-ориентированного образования. Соответственно, мы говорим о проблеме ресурсов кадров. Этого нет. Спасибо. Еще суждения по докладу. Да. Грузель, группа общественной реализации. Вот смотрите, сегодня вот еще с утра разговаривали, вчера разговаривали. То есть лично мне показалось, что группа также рассуждает, как и группа наукоразвития. То есть пока варится суп, пока, вернее, идет время, варится тот суп, который есть. То есть будем кушать суп, тот, который есть. Мы не сварим нового супа, пока нет заказа. Точно такая же логика рассуждения. То было четвертый день, было много высказываний. На следующий день, сегодня с утра были высказывания друг к другу, запросы. И сегодня опять так же группа технологической лидерства говорит о том, что пока нет заказа, мы будем просто сидеть и ждать. Кого ждать, зачем. Вот вчера Михаил, тоже мой коллега из группы общественной реализации, сказал, что группа абстрагирована от других групп. Ну как бы прислушайтесь, ребята, вам надо сконцентрироваться, что ли, и не только в рамках игры себя рассматривать, и вообще в развитии энергетики страны. Ведь у нас отечество в опасности. Попробуйте понять. Спасибо большое за это суждение. Спасибо. Ну зачем? Вы уже все сказали. Да, прошу, Андрей. Андрей, мне кажется, что все-таки создавать новые технологии и без заказчика нужно, потому что нужно как-то показывать, когда вы создаете что-то новое, то потенциальный заказчик может увидеть, как это хорошо и чего в этом хорошего. Так вот, если он увидит, то может быть сразу и заказ появится. Ну, у меня есть, конечно, суждение. Я вот с Андреем бы полностью, признаюсь, согласился, что, в общем, ну то есть как вот, например, есть люди, способные разрабатывать технологии, но они их не разрабатывают, потому что нет заказа. А заказ может появиться, не появиться. И как здесь быть? То есть, например, заказ, ну, в общем, не появится. И что? Технологий не будет? То есть вот это вот у нас сегодня такой день непростой. Как найти то, что мешает развитию? Что мешает развитию? И как? А как, в общем, перейти к тому, чтобы из себя создать ресурс развития? Вот вопрос вопросов. Я вот, в общем, хотел вам рассказать про один проект, такой, знаете, летающий. Он вот такой и ползающий одновременно. Да, но больше летает. В общем, удивительное дело. Эта вот, эта штуковина, она была разработана, знаете, без заказа. Не было заказа? Не было заказа. Она была разработана группой этих самых студентов, аспирантов, в общем, молодых специалистов. И вот, и вы знаете, вот слушайте, что-то пошло. Удивительное дело. Так получилось, что вот эта штуковина, оказывается, как сказать, в ней был интерес. То есть не было заказа, но были, естественно, консультации со специалистами, которые сказали, вот это надо, вот это вот надо. Естественно, денег мы вам платить не будем, конечно, потому что откуда. Но вот это надо. Пожалуйста, делайте вот это. И вот на этой самой площадке, про которую вы говорили, которая тоже была создана, в общем, какими-то странными людьми в Уральском федеральном университете. Вот на этой площадке люди какие-то зачем-то это делали целый год. Дескать, час, вот уже, видишь, сам даже летает. Вот удивительное дело. То есть как вот, как быть людям, которые способны разрабатывать технологии, то есть им вот по логике, которой группа пришла пока что, ну то есть получается им нужно отползать медленно на кладбище, если нет заказа. И тут вот что-то, что вроде все нормально, логика правильная, конечно, не сказать, что это я буду что-то делать, если мне за это не платят. Но как-то, как-то, возможно, тут группа немножко не дотянула до, собственно, до шага развития, до вот этого самопрорыва. Как, в общем, стать ресурсом. И в этом смысле вот мне очень понравилось вот это слово энтузиасты. Я вот в каком-то фильме смотрел или, в общем, не знаю где, что вот в нашей стране был такой исторический период. И там вот, когда массово были какие-то энтузиасты, энтузиасты. И вот интересно, что ими двигало? То есть я вот так понимаю, что им за их энтузиазм вроде не платили, ничего там вроде заказа не было. Как вот, как быть? Как здесь быть? Да, вот это как, собственно, вот такое суждение, да, прошу вас. Ну вот, не знаю, может быть, тут в тему, не в тему. Можно еще по поводу инновационности, да. Мы же все с вами понимаем, что заказ получается действительно уже после спроса. А что-то новое, я не знаю, там вот у меня муж любит Стива Джобса, допустим, приводить. Был ли заказ на какие-то новые, не знаю, гаджеты там или что-то? То есть вообще, в принципе, наверное, человек просто должен сначала что-то придумать и желательно уже как-то материализовать, а потом это представлять всем. И как вот в себе эту возможность и способность развить? То есть непонятно, почему вот, не знаю, там вот этот же человек или там кто-то другой и вообще все люди, которые занимаются инновациями, которые новое что-то производят, у них заказа никакого нет и как-то они живут с этим и вообще там горят. Да, наверное, потом впоследствии может компания какая-то огромная родиться. Но самый-то первый шаг это как вообще быть лидером, если лидер это тот кто, тот кто первый, он не повторяет никакого заказа. Он чувствует, наверное, заказ, но где-то в другом месте и вот может быть. Ну, в общем, как-то вот так. Ну, вот интересно, может ли, например, как вот может случиться такое самоопределение, да, что, дескать, вот, да все равно будет заказ, не будет, а я все равно буду разрабатывать. Как это возможно, интересно, еще массово. Вот, в общем, задача невозможная. Да, прошу. Фомин Андрей, хотелось бы провести маленькую аналогию. В любом случае создание чего-то нового, неважно, это технология или что-то другое, это творчество в чистом виде. Кто-то заказывал Монолизу? Я не думаю. Кто-то заказывал различные, не знаю, песни. Допустим, тот же самый интернационал, который стал потом двигателем нашего красного знамени по Советскому Союзу. Да, нет, он, возможно, да, было что-то такое, что нужна такая песня, но она была создана и принята. Я думаю, что, возможно, где-то в примерах не так был точен, и действительно, Монолизу, возможно, кто-то заказал портрет своей жены там или что-то в этом роде. Но, тем не менее, создание – это творчество. А творчество, оно идет не потому, что надо, а потому что я хочу что-то создать, и я это делаю. И если это кому-то пригодится, это просто супер будет. Вот мое мнение. Да, ну и вот, собственно, еще там Елена, видимо, тоже с неким скепсисом говорит о том, что вот эти вот площадки, площадки, с ними тоже ведь не все гладко. Вот, например, сделали такую площадку, да, Титановая долина. Давно уже и что? Где технологии, где заказы? И вообще, собственно, инновации где в каком-то смысле, да, и там, не знаю, что-нибудь еще. Вот лично мой опыт говорит о том, что, к сожалению, вот этих площадок у них, вот они не живут без чего-то такого, чего-то другого. Даже, предположим, есть заказ, да, а, в общем, если люди осваивают заказ, то площадки, где могут возникать технологии, не получаются. Удивительное дело. Удивительное просто. Вот, такие дела. Есть ли еще вопросы? Суждения? Спасибо большое. Переходим к следующей группе. Группа энергетика будущего. Докладчик. Если можно запустить презентацию. Докладчик Линда Шакирова. Спасибо. Добрый вечер. Меня зовут Линда. Я представляю группу энергетика будущего. Я студентка первого курса Уральского федерального университета. Учусь по специальности мехатроника и робототехника. Я занимаюсь проектом Канадоход. Мне было получено задание с помощью лазерного сканера построить 3D-карту. Трасса прохождения воздушных линий электропередач. Вот. 3D-карта. Можно следующий слайд? Для того, чтобы… Евгений, молодец. На слайд назад. Нет. Евгений. Да. Для того, чтобы я смогла создать 3D-карту, мне нужно решить две задачи. Это разобраться в самом лазерном сканере, для чего мне нужно потратить больше объем работы. И непосредственно построить карту, 3D-карту. Так как я новичок в этом деле, для меня это очень сложно. Но в нашей лаборатории есть Данил, который считает, что это очень просто, так как он уже разобрался в лазерном сканере и хорошо работает. Большая часть задач при создании канатохода или любого другого инновационного продукта связана прежде всего с получением знания о том, как разобраться в задаче и с инструментами ее решений. После того, как мы в этом разбираемся, нам становится казаться, что это понятно и очевидно. Но до этого момента нельзя приступать непосредственно к решению задач. Ключевая преграда, которая мешает развитию инновационных проектов или технологий, которая может помочь осуществить развитие и внедрение инноваций, будет связана с тем, как массово быстро мочь получать это знание. Я бы назвала это неявным знанием. Можно следующий слайд? На форуме наша группа каждый день готовит доклады по теме дня. И наша группа решила, что каждый член группы должен выступить с докладом. Сегодня пришла моя очередь. И для того, чтобы доклад получился, нужна уверенность. Уверенность, на мой взгляд, берется либо из опыта публичного выступления, как, например, у многих участников форума, которые тут выступают, либо из глубокого знания темы и понимания текущей ситуации. Это знание дает силу и уверенность. Я не чувствую в себе уверенность, способность делать хорошее публичное выступление. Можно следующий слайд? В группе мы нарисовали такую схему и задумались, как человек может выстроить над собой и сделать шаг к развитию. Пока я не знаю, как это может произойти. Я хочу передать слово коллеге. Михаил. Добрый день. Вот насчет этой схемы можно сказать, что это, по сути, развитие инновации. От того, что было, от того, что стало, стало больше, круче, лучше. И чтобы произошла инновация, я считаю, есть одна вещь. Вещь называется молодежь. То есть молодежь делает инновации. И как сделать так, чтобы молодежь шла и создавала инновационные продукты. У нас, мне кажется, в нашей стране для этого есть все условия, их два. Это первое. Это низкая привлекательность старомодных рабочих мест. И второе – это, собственно, такая нонконформистская природа молодого организма. Следующий слайд. Дальше. Ресурсы для развития. Мы хотим помочь Министерству развития с созданием высокопроизводительных рабочих мест. И, ну, как вы вчера помните, мы делали это на примере нашего проекта Канатоход. Мы там приводили цифры, как, что, как это будет происходить. То есть Канатоход – это продукт мирового уровня. У него есть очень большой потенциальный спрос. То есть это уникальный продукт во всем мире, такого нет. То есть он дает порядка 70 миллиардов рублей, потому что, ну, это не так уж сложно считается, но мы вчера там вам рассказывали, как. И высокие заработные платы для своих сотрудников. То есть более 50 тысяч рублей. И с такой заработной платой наш Канатоход способен обеспечить рабочими местами и высокопроизводительными 10 тысяч человек в энергетике Свердловской области. Вот. Мы предлагаем Министерству развития энергетики продвигать наш проект дальше. Спасибо за внимание. Спасибо. Правильно ли я понимаю, что на данный момент у наших энтузиастов нет других разработок, кроме разработки Канатохода? Нет, у нас очень много разработок. И второй вопрос. Правильно ли я понимаю, что есть желание и дальше этим заниматься? Да, огромное желание. Спасибо. Да, прошу. Общественные организации, потом Иван. Фомин Андрей. Правильно ли я понимаю, что вот указанная в вашем текущем докладе цифра 10 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, это только в энергетике, только в Свердловской области. А остальные 24 миллиона 990 тысяч, это распылено по другим регионам и по другим отраслям. Да, верно. Спасибо. То есть Канатоход это пример. Я понял, спасибо. Да, прошу, Иван. Я услышал от вас, что в нашей стране есть все для внедрения инноваций. Да. К тому же тема сегодняшняя, это что мешает развитию. То есть ничего не мешает? Нужно слайд другой вот там открыть, что мешает. Там вот, Линда об этом говорила немножко. Еще немножко, еще до этого. Неуверенность в докладе? Нет, подождите, еще разок, еще разок, еще немножко назад. Вот здесь вот. Вы внимательно слушали доклад. Вот видите, это вот схема, объем работы, да? У нее две части, нижняя и верхняя. Собственно, необходимо знать, а вы внимательно слушали доклад? О чем эта схема? Вы сможете воспроизвести? О том, что Линда не понимает, как составить 3D-карту, но с того понимает Данил. Отлично. Это неплохо. Молодцом. Объясните еще раз, Михаил, пожалуйста. Или может быть Линда? Ну я могу рассказать быстренько. То есть вот этот вот объем работы, он во времени, в мозгочасах, допустим. И то есть что… В общем, чтобы что-то сделать, сначала надо большой достаточно объем усилий затратить, а затем, ну в смысле на освоение этого проекта, продукта и так далее, а уже потом его реализовывать, и это будет значительно меньшее время. То есть проблема инновации, это в том, что надо над ними поработать все-таки. Это не взять и сделать, а труд. Ну там вот Линда говорила про неявное знание какое-то. Неявное знание. И что это неявное знание в объеме вот этого инновационного проекта, оно оказывается значительно больше, чем явное знание. То есть для того, чтобы вот эту карту построить, нужно вначале разобраться с каким-то там этим самым сканером. Да, карту построить, это ну дело пяти минут, в общем, если у тебя уже все написано на компьютере, все программы ты сделал, там, ну все устройства, да, реально это годы. Так, спасибо, стало более понятно. Пошел. Рузель Довлетов, группа общественной реализации. А можно к слайду к тому, где про доходы расписано? Доходы, доходы, да. Вот так. Да, вот. Значит, большой потенциальный спрос. Правильно я понял, что при покупке, допустим, и реализации одной компании какой-либо доходы составляют 70 миллиардов рублей? 70 миллиардов рублей это будет оборот компании. которые производят, ну, канатоходы. Уточнение. Там, собственно, написано. Потенциальный спрос. Потенциальный спрос 70 миллиардов рублей. Я понял. Уточнение. То есть одной компании? Одной компании. Это объем рынка, да, да, да. Объем рынка. Третий вопрос уточняющий. На все линии, которые у нас в России есть, да? 70 миллиардов это все-таки мировой рынок. В мире. А, в мире. На все линии в мире, да. То есть одна компания. Поскольку это уникальный продукт, которого нигде в мире нет, он имеет спрос в общем рынке. Я понял, подождите, вопрос на уточнение. То есть правильно я понял, что одна компания, какая-либо будет занимающаяся, то есть применением этой технологии по миру, будут обороты получать 70 миллиардов рублей. Верно. Ясно. Еще один вопрос по поводу выступления. Можно вернуть назад? Так, еще. Да, вот это. Уверенность. Нет, нет, дальше. Про уверенность-то написано было. Уточняющий вопрос, правильно ли я понял, что уверенность только состоит в каком-либо наборе одном из этих качеств. То есть это опыт публичного выступления, либо глубокое знание темы понимания человечества. Она состоится из-за боевых качеств. Ну вот Линда, вы, правда, я уже ответил. Я думаю, что Линда лучше всего ответила. То есть из одного какого-то… И меня, да. У вас, да. Понятно. Спасибо. Спасибо, да, прошу. Наука развития. Так, извините, я вас не увидел. Наука развития, потом Александр. Наука развития, Константин. Ну вот вопрос по поводу неявного знания как раз. Правильно я понимаю, что отсутствие как бы вот этого неявного знания, ну оно и мешает развитию, собственно. Пусть Линда ответит. Да. В чем суд неявного знания? Ну, чтобы мне построить 3D-карту, мне нужно знания определенные, которые мне не хватает. Вот. Нет, это понял я. Я как бы не об этом немножко. Ну, я вот спрашиваю. То есть вот как раз как бы вот… То есть, ну, в случае здесь тут как бы можно у Данила спросить в нашем случае, да, а у нас как бы нет такого Данила, как бы и поэтому мы не развиваемся. Я правильно понимаю? Можно еще раз? Ну, вот в этом случае можно как бы у Данила поинтересоваться вот про это знание. А в нашем-то случае, который вот, ну, в энергетике сейчас состояние, у нас как бы нет такого Данила, у которого можно спросить, поэтому мы и это… Спасибо. И в этом проблема, что кабинет Данила. Ага, ну ладно, тогда потом. И неоткуда взять это самое неявное, самое важное знание. Если я правильно понял, вы не учитываете появление конкурентов вот по вашим планам, да? Там же как бы просто объем рынка, естественно, что они будут, понятное дело. Да, прошу вас. Вопрос на удочинение по поводу технологии, как такое канатохода. Правильно я понял, что… Рузель общественализации. Правильно я понял, что у вас патент зарегистрирован таким образом, что какие-либо изменения технологические, конструктивные, принципиальные схемы, допустим, да, электрическую, внести вообще невозможно, что нельзя сделать копию, которые, ну, то есть другие компании в мире не могут вообще этим заниматься, да, то есть, а только лишь одна, единственная в мире. Вот я правильно понял? Ну, я тут… Вопрос… Вопрос… За группу отвечу, значит. Ну, то есть докладчик не в курсе, как там оформлена территориальная собственность. Получается, создана заявка на изобретение, она была подана в январе этого года, дескать, сейчас она прошла все экспертизы, сейчас, собственно, делается само удостоверение. Была также подана заявка, собственно, на всемирный патент, собственно, так называемая заявка PCT. Она тоже в стадии оформления, дескать, вот такие дела. Естественно, в России, как мы знаем, интеллектуальной собственности не существует, и поэтому, конечно, в России 50 на 50. Ну, а в других странах тоже 50 на 50. Естественно, что вот это все… Там вот, если можно слайд вернуть, там, где вот эти самые цифры… То есть, 10 миллиардов – это мечта, в принципе, да? Нет, нет, еще раз, это тут, видите, это спрос потенциальный. Конечно же, шансов, что какая-то там, значит, малая компания такая из какого-то там Екатеринбурга вдруг такая сможет взять и, собственно, захватить весь рынок. Ну, это же невозможно. Это же только из, собственно, этой самой, из как бы Калифорнии. Это возможно. А у нас в Екатеринбурге это же невозможно. Вот вопрос на уточнение. Правильно ли понял, что вы не продаете эту технологию, а лишь сами ее применяете? То есть поступил заказ, допустим, от меня, как от сетевика, на проверку моих линий, да, то есть, и вы обследуете. Это только лишь услуга, правильно я понял? Мы продаем роботоходы, ну, то есть, канатоходов. Не услуги. Не услуги. А эти штуковины? Штуковины. Продаете, да? Да. Ну, тогда к суждениях. Понятно, хорошо. Есть еще вопросы, коллеги, на уточнение? Все понятно. Предлагаю обсуждать. Еще вопрос? А, обсуждение, да. Спасибо большое докладчикам. Спасибо большое. Суждение, прошу вас. Надежда Шимова, группа Дом. Хочу сказать, что мне очень понравился доклад. Значит, вот эта мысль про неявное знание и про отсутствие Данила, мне кажется, вообще классная. И хочу заметить, что действительно вот здесь на игре, например, вот у меня в группе нет Данила такого. И вообще у меня Данила нет в группе. Только Саша есть. И мы здесь вот уже сколько дней работаем без Данила. Кстати, по-моему, в группе Кантоход тоже нет Данила. И в ней тоже нет Данила, да. И действительно как бы трудно, трудно без Данила, очень сильно. Если бы нам Данила сказал там вот насчет дома, как построить дом, как бы очень бы здорово было, но нету. Я считаю, что как бы очень правильно эта группа заметила. И мне понравился тезис про приобретение уверенности. Значит, что вот как бы для того, чтобы приобрести уверенность, видимо, надо как-то там попробовать один раз выступить, потом там глядишь второй и как-то вот накопится. И когда вы говорите, что возьмите наш проект и продвиньте его, сначала это как-то по глазам бьет. Как, куда я пойду продвигать ваш проект? Это же невозможно. Я вообще не умею их продвигать. Ну вот тоже если к этой же схеме отнестись, то вроде когда как бы не страшно становится. Ну что там, могу чуть-чуть помочь. Вот. Все, спасибо. Спасибо большое. Есть вопросы? Точнее, суждения еще есть? Ну, в принципе, идея-то хорошая. Идея хорошая на самом деле. Вот реально сама мысль, то есть хорошая мысль, идея нравится. У меня будет пожелание, наверное, в большей степени. Кроме продажи, может быть, стоит наладить как-то услуги вот в этом варианте. Ну, понятно, все тяжело, конечно, не все так просто, но это пожелание мое. А так идея нравится, хорошая. Я понял. Спасибо. Спасибо. Еще суждения? Ну, я хотел бы тоже немножко высказаться, конечно. Вот. Я игротехник этой группы. В общем, вот меня лично, лично меня очень интересует вопрос, как сделать так, чтобы в экономике Свердловской области возникали бы такие вот компании, которые смогли бы делать продукт, в общем, самый лучший в мире. Самый лучший в мире. В общем, по самым разным направлениям, темам и так далее. Вот у нас, в общем, Иван, по-моему, у нас спросил, нет, получается, Сергей у нас спросил, а это что у вас, один проект? На самом деле, проекта в кучах, естественно. Это просто, ну вот, он такой про энергетику. По энергетику. Вот меня лично очень занимает, как сделать так, чтобы самые крутые исследования и разработки по самым интересным и перспективным направлениям делались бы у нас в Свердловской области. Ну, и, например, в Свердловской области, в Уральском федеральном университете. В общем, как это сделать? И вот, в общем, вот, вот как бы такая есть штуковина. Конечно, шансов, что вот там какой-то там 70 миллиардов, там что-то еще, ну, в общем, само собой, что непонятно, как это все возможно, потому что сейчас пока что у нас минус там где-то 2,5 миллиона рублей. Вот, да, ну, то есть, но вот тут, ну, как сказать, некий, некое направление, куда можно двигаться, как можно, в общем, эту задачу ставить и пытаться как-то решать. Конечно, все будет очень сложно, естественно, да. Ну, и про неявное знание, конечно, тоже не мог не одестись. Мне кажется, что вот в этой идее много есть чего. И то, что вот Линда говорила, о том, что важно разработать технологию, способ того, как можно быстро и массово обретать вот это вот неявное знание. Потому что неявное знание – это что такое? Вот легко, например, использовать этот лазерный сканер, когда ты знаешь, как его использовать. Ну, то есть, собственно, ты когда знаешь, что все очень легко, что-то берешь, нажимаешь, и чтобы построить эту карту, нужно там, ну, один час, например, или, собственно, или еще меньше. А когда ты не знаешь, как использовать, вот ты ее смотришь, это что такое? Как с ним работать? И вот для инновационной деятельности, конечно, вот эта способность преодолевать это неявное знание, она такая важная. Я считаю, что группа, в общем, важно, что она вышла на вот эту идею. Так, еще вопросы? Ну, и само собой, конечно, вот еще, если можно, слайдик там, где большой и маленький человечки. Вот этот вопрос тоже мы сегодня в группе зафиксировали. Как люди могут становиться? Как могут люди становиться? Вот Михаил, например, он считает, что это главный вопрос. И, дескать, есть ответ такой, что молодежь, она в любом случае становится. Вот. Но что-то тут есть еще явно. И поэтому следующим докладом предлагается послушать группу образования личности. Спасибо. Добрый вечер. Меня зовут Попов Александр. Мы хотели на своем собственном примере, на примере нашей группы, посмотреть, что, собственно говоря, мешает развитию, а что помогает развитию. Следующий слайд, будьте добры. В нашей группе была непростая ситуация. И мы смогли это преодолеть, стать сильней, на наш взгляд. Значит, что мешало развитию? Это обвинение других, отрицание своих ошибок, отсутствие или непроявление ценности своей группы. То есть, ну, были ситуации, когда ценность вроде бы есть, но как-то вот она не проявляется, и непонятно, есть эта ценность или нет. Вот. Обесценивание вклада других. Придирки, непринятие чужой позиции. Пассивная позиция участников группы, занявших нейтральную позицию. То есть, вроде конфликт не со мной, я почему там должен вмешиваться. То есть, непонимание своей роли в разрешении конфликта. Ну, такие вещи, как перебивание, то есть, чисто коммуникативные. Неискренность. Ну, в том числе, невербальное поведение. Слово невербальное понятно о чем. То есть, мимика, жесты, поза и так далее. Вот. Эгоизм. Вот такие вещи мы выделили. Ну, и следующий слайд, будьте добры. Что, Андрей, ты будешь? За мной. Вот. Но то, что послужило нам ресурсами, то есть, мы специально про это не думали, просто когда процесс прошел, и мы уже отрефлексировали, что произошло, мы увидели, что ресурсами были, ну, совершенно противоположные вещи тому, что было на предыдущем слайде. То есть, ну, рефлексия, в общем-то, была таким мягким выходом на это дело. То есть, когда эмоции, как сказать, ну, не дают как-то договориться, то рефлексия такой мягкий способ, а давайте вспомним, что было, с чего все началось. И так мягонько, потихонечку пришли, до каких-то болезненных точек дошли, и начали обсуждать, значит, помогая друг другу, значит, ну, прояснять, собственно говоря. Когда выяснялось вдруг, как сказать, ну, то, что было не очевидно другому, то, ну, тут как-то там договаривались, там, извинения просили и так далее. То есть, принятие на себя ответственности за процессы, происходящие в группе, осознание, признание своих ошибок, понимание ценности, целостности группы, ценность группового результата тоже было нам ресурсом, то есть, важно было все-таки, чтобы наша роль в целом в игре, она была такой значимой, мы могли сделать вклад. Критическое отношение к себе, то есть, когда на эмоциональном уровне, значит, нам удалось эмоции нивелировать, то критическое осознание, оно как-то само собой приходило, и легко было зарасставаться с вещами, которые мешали. Эмпатия, способность сопереживать другому, то есть, когда один говорит, что да, на твоем месте, я бы чувствовал, наверное, то же самое, то есть, это очень хорошая штука. Активное слушание, уточнение, ну, то, что мы с вами здесь делаем, правильно ли я тебя понял, но только уже в таком доброжелательном тоне, действительно, с желанием разобраться, выяснить, прояснить. Искренность, ну, и позицию участников, выиграть, выиграть, то есть, когда каждый встает на позицию, в которую выигрывает он и выигрывает партнер по общению. Ну, вот, собственно говоря, передаю слово Андрею. Я хочу несколько слов об собственном образовании личности. Мы в группе долго и много обсуждали этот вопрос вчера-позавчера. Очень было много интересных вещей, которые были показаны в презентации, но никак в процессе обсуждения не могли выяснить для себя один вопрос. То есть была трудность преодоления одной вещи. Вещь это такая, вот, когда у нас есть воспитатель и ученик, для того, чтобы, вроде как, для того, чтобы как-то повлиять на личность воспитываемую, нам нужно сделать прямое воздействие. То есть учить, вроде как, чему-то. И здесь мы четко для себя понимали, что такое прямое воздействие явно ущемляет интересы ученика. То есть мы, чтобы кого-то чему-то научить, мы лишаем его, по сути, выбора. Мы пытались решить эту проблему, и пришло такое понимание, что для того, чтобы такой проблемы не было, то есть не было попирания интересов другого человека, должна быть немного, схема немного другая. Воспитатель и ученик, которые как бы движутся навстречу друг другу, то есть в одном лице. И единственная как бы модель, которая нам пришла в голову, это когда личность воспитывает сама себя. То есть в данном случае тоже происходит какое-то ущемление собственных интересов, но ущемление собственных интересов, в данном случае выбор осознанный, то есть не ограничивает свободы. Как к этому прийти? Тоже долго сегодня рассуждали, и пришла такая модель маятника. Вот висящий маятник у нас. То есть когда маятник находится в состоянии покоя, висит, это состояние некой внутренней такой гармонии, когда нет проблем, нет никаких переживаний. Ну, наверное, такие состояния редко бывают, но вообще не бывает, но как бы точка отсчета. Пытались найти, как же нам объединить-то собственно в самом себе воспитателя и ученика, то есть что будет давать импульс для саморазвития. И пришла такая идея, что вот когда случается какая-то ситуация в жизни, то есть наступает какая-то трудность, у нас возникает как бы отклонение маятника от состояния покоя. То есть в душе какие-то переживания, и получается какое-то новое состояние. Например, вот такое. Состояние 1, состояние 2. Здесь какой-то уголок есть. Вот как раз именно эта модель и помогает объяснить, откуда же берется вот этот вот вектор движения навстречу друг другу и вектор, собственно, саморазвития личности. Только в том случае, если у человека возникают какие-то трудности и у него состояние души, отклонившееся от идеального на какой-то угол, то получается вот здесь возникает потенциальная энергия развития в этом месте. То есть как бы то, что стремится вернуть маятник в состояние покоя, собственно, в состояние, когда ты сам с собой согласен. Так вот, мы на этой ситуации выяснили, что для того, чтобы такое состояние было, нужно немножко критически к себе относиться. Это вот, к примеру, 6 пункт. То есть нужно воспитывать людей, которые умеют относиться к себе критически в определенных ситуациях и лучше даже, если вот это состояние покоя вообще никогда не наступает. То есть всегда имеется какой-то угол, всегда имеется какой-то потенциал для того, чтобы сближался учитель и ученик в одном лице и, соответственно, был потенциал развития. Ну вот, у меня все. Спасибо. Спасибо. Дополню важный момент, на мой взгляд. Значит, вот эта вот целостность команды транслировалась, важность, ценность, такая ценность, как целостность команды транслировалась организаторами игры. И так очень настойчиво транслировалась. Вот это тоже очень большую роль сыграло. Я это переломляю на компанию. То есть если в компании, ну, многие компании, они ценностям большое, так сказать, внимание не придают, корпоративным кодексам и так далее. Все это делают поверхностно. На самом деле это очень важная вещь. И когда вы станете руководителями, многие из вас станут руководителями, кто-то уже сейчас есть, то вот эти вещи вы, так сказать, ну, рекомендуемые отстаивать, потому что это огромное влияние имеет на формирование коллектива и атмосферы в коллективе. Это вы сейчас как воспитатель говорите? Да. Хорошо, прекрасно. Есть ли еще вопросы коллеги на понимание? Да, прошу, Сергей. Сергей, я сейчас в Тенгетике. Правильно ли я понимаю, что в вашей команде сегодня из-за всю игру произошло образование личности? На мой взгляд, по моей теории, скажем так, личность, она образуется в тот момент, когда ты… Вопрос на понимание, да или нет? По моим нет. Или, по крайней мере, личность осуществила шаг, шаг, собственно, развития. Да, личность, самопределность, как личность, сделав шаг, ну, как бы сделали шаг навстречу друг другу. Каждый сам определился в этом случае как личность. И сколько всего? Сколько личностей? Личностей, которые сделали шаг. Девять. Хорошо, спасибо. Да, спасибо, прошу. Спасибо. Рузель, группа общественной организации. Правильно ли я понял, что все девять человек вашей группы образования личности участвовали в этом процессе и все с этим согласны. И у вас произошло именно согласие и итог у вас выиграть-выиграть. Ну вот, а Димаш тут головами сидят. Да, отлично. Спасибо. Можно поаплодировать. Молодцы. Ну, во-первых, не могу не сказать, мне очень понравился доклад. Всяческие комплименты. Правильно я понимаю, что, собственно, вот этот акт или шаг к развитию личности, он состоит в том числе и в преодолении, как сказать, личного, ну что ли, эгоизма. И вот как-то так. Да. Спасибо. Я вот тоже так сегодня поняла. Еще вопросы? Я так, вопрос на понимание, но, конечно, я, в общем, знаю ответ. я правильно понимаю, что шаг развития личности осуществить, ну как бы, непросто. Спасибо. Спасибо. Если было просто, все бы были личности. Это точно. Я предлагаю обсуждать, коллеги. А, да, прошу. Касан Ильич. Говорил о фронте развития. Вот мне кажется, что в группе сегодня наконец произошел прорыв и она получила чрезвычайно ценные знания, относящиеся к развитию. Значит, во-первых, она нашла механизм того, как превратить мешающее препятствие в источник энергии развития. То есть, если некое отклонение, которое так вот можно как-то понимать, значит, осознать, как источник потенциальной энергии, оно тут же начинает работать. Правильно понимаю, да? Вот это чрезвычайно важный, мне кажется, механизм. То есть, мы в группе обнаружили нечто подобное. Я так и дал. Когда же у нас, значит, состоится смысловой контакт? Понимаете, он пока в смысловой сфере произошел. И это, ну, хорошо. Спасибо. Еще суждения? Вот я бы еще хотела сказать, что считаю, что вот перечисленные ресурсы развития, они такие очень мощные. И вот для меня лично более интересен из них всего искренность. и мне кажется, мы видели только что очень искреннее выступление, представление докладов. И вот. Это цепляет, да, ведь? Цепляет, да. Спасибо. Рузель, группа общественной реализации. Я хочу согласиться с Константином Филиппович и с надеждой, значит, высказаться о том, что вот сегодня шестой день игры, да, и наконец-то группа общественной, общественной, ой, общественной образования личности показала нам всем, что все-таки вот как может образовываться вообще личность, да, то есть и к чему приходит, то есть группа выиграть-выиграть. И именно не как игра, а именно в качестве собственного примера своей группы. Вот искренне поздравляя группы, я думаю, они преодолели, то есть и поняли, в принципе, в своем предназначении, то есть что они должны делать, когда, зачем, то есть поздравляю. Спасибо. Какая уж тут игра, да, ведь, коллеги? Ну, я бы, да, прошу. Очень здорово, что вы помирились. Если бы вы не помирились, пришлось бы группы переименовать в группу Дом-2. Все наблюдали, всем было интересно. Здорово, на самом деле, что вы помирились и провели рефлексию этого процесса. И вот я бы хотел дополнить, что вот тут в этой рефлексии кое-чего не хватает. Собственно, на мой взгляд, организаторы были не только как бы указали на ценность общности, как бы целостности вашей группы. Они, собственно, были спусковым крючком этого процесса, указав, что если вы не совершите процесс развития личности на себе, то вы, собственно, ничего не сделаете на этой игре, ничего не получится. И это было самым ценным. И вообще вот именно вот этот момент, то есть совершенно понятно, что если бы организаторы этого не сделали, то процесса замерения, судя по всему, не было бы. И вот как, то есть видимо, надо отрефлексировать именно вот этот момент. Спусковой крючок начала рефлексии, как это вообще должно было произойти внутри самих личностей, почему сигнал должен прийти извне, чтобы вот это произошло. Все, спасибо. Ну, я тут, конечно, хотел бы сказать, что вот организаторы, какие они бы там были бы замечательные, хорошие, веселые, в общем, к сожалению или к счастью, к счастью, конечно, никто из нас не способен, собственно, никакую личность, конечно же, развивать. И это так хорошо. И, в общем, тут вот я бы хотел сказать, что, конечно, личность может развиваться только сама. И что бы там ни делали, какие бы там их бы там и можно их там это, в общем, организаторы могут людей ругать, там им что-то, что да как же так, дескать, одумайтесь. В общем, все это, конечно же, ничего это не работает, а только личное, личное действие, только личное действие. И, в общем, и ценности, я считаю, только в нем, конечно. я бы тоже хотел, если можно сказать, небольшое суждение. Ну, конечно, то, что вот этот вот шаг развития личности, он встречается нечасто. В общем, я очень рад, что у нас на игре мы стали свидетелем этого. Мне кажется, это, в общем, дорогого стоит. Вот если пытаться нарисовать схему того, как вот это вот, в общем, происходит, я думаю, важным отметить, что, как правило, очень важна установка. Установка, с которой диалог может происходить. Если есть установка на диалог, то есть шансы, что диалог состоится. А если нет установки на диалог, то, в общем, шансов, чтобы там люди могут говорить замечательные вещи, правильные. Если нет установки на диалог, то, в общем, как бы диалог состояться не может никак. Мне кажется, вот это вот, в общем, в этом есть какая-то фишка. Спасибо большой группе. Спасибо большое. Есть ощущение, что вот группа министерства, возможно, она могла бы для себя тоже найти какой-то еще дополнительный ресурс из работы этой группы. Я предлагаю переходить к группе Дом. Группа Дом, коллеги. Добрый вечер. Меня зовут Бадридинова Дарья. Я представлю вам нашу работу за сегодня. Первый слайд. Цель нашего доклада это показать, что мешает построить дом, так как нам задали вчера такой вопрос. Следующий. Ну, что мешает построить дом? Мы подумали, ну, сначала мы поищем вообще, какие дома мы хотим видеть для себя, в каких бы мы сами хотели жить. Ну, и начали искать в интернете примерные дома. Картинки там, смотреть их параметры, какие они. Привели несколько вам примеров интересных очень. Дома просто, ну, другим словом, как офигительные, их не назовешь. Они очень комфортные, в них все есть. Ну, и стоимость, конечно, у них, ну, я бы сказала, заоблачная. Затем мы решили посмотреть, какие программы именно для молодых семей есть, чтобы, ну, как-то помочь, если они решатся на покупку такого дома. Например, программа «Молодая семья». Мы посмотрели, что она выдает, грубо говоря, сертификаты, в которых всего 30% от стоимости дома может быть. Но получить такой сертификат очень трудно и его ждать, ну, не знаю, нереально долго. Затем есть такая программа, как материнский капитал. И в 2014 году за рождение второго ребенка составляет 429 408 рублей. Даже если примерно прикинуть все вот эти программы на покупку и постройку дома, грубо говоря, не хватит, чтобы оставшиеся деньги как-то накопить или выкроить из бюджета семьи. Поэтому мы стали искать дальше. И пришла такая, нашли такое предложение. Дом, ой, да, дом, постройку дома, его назвали «Ниф-Ниф». Смешное название, но суть заключается в том, что это соломленный дом. Солома имеется в виду, она прессованная. специально обработана в виде таких блоков. Постройка дома занимает всего 2-3 недели. И постройку дома нужно делать с семьей. А еще отвлекусь, скажу, что это предложение Симкина Сергея Викторовича. Кто интересует, посмотрите в интернете, очень интересно. Следующий слайд, да. Вот. Прочитайте. Вот он состоит, например, картинки вот такого соломенного дома. Вот он блочный, сам как бы каркас, и внутри закладываются вот эти соломенные блоки. Почему солома? Потому что это очень дешевый материал и очень экологичный. Причем он, его не нужно постоянно, как сказать, теплопроводимость у этого дома очень высокая, точнее низкая. Например, по сравнению с кирпичом в 7 раз ниже теплопроводимость и 4 раза меньше, чем у дерева. То есть, соответственно, затраты на отопление в несколько раз ниже, так как дом состоит из очень толстых стен и сохраняет внутри тепло. Ну, в общем, сам проектор себе имеет в виду, что он очень экологичный. И вот как раз тему будущего, мне кажется, в будущем такие дома могли бы строить. И, кстати, один пример такого дома есть на широкой речке в городе Екатеринбург. Вот. На тему, следующий слайд, пожалуйста. Что мешает развитию, вот, например, вот мне, что мешает такой дом сейчас пойти построить? Это, наверное, неверие или какие-то стереотипы, потому что я вот, например, когда первый раз услышала, что есть такой соломенный дом, мне показалось, ну, что за сказка такая. И страх решится на риск, опять же, пойти и вот взять, собраться с семьей и пойти и построить такой дом. Вот мы считаем, что вот это, вот что мешает развитию с нашей стороны, со стороны дома. Так что вот, спасибо за внимание. А ресурсы развития? Ресурсы развития. Что вы готовы дать стране? В каком-то смысле. Рабочую силу. Наверное. Ну, мы еще, наверное, над этим побольше завтра подумаем еще, относясь к субъектам развития. Ну вот нету такого ощущения, что может быть ресурсом развития? Ладно. Я предлагаю, может быть, собственно, вопросы для понимания. Давайте вопросы. Да, давайте. Давайте, прошу. Рузель, группа общественной реализации. Правильно я понял, что технологии дома Ниф-Ниф вас полностью устраивает? Да. Спасибо. Или я правильно понял, что можно вот этот вот Ниф-Ниф, если можно, на слайд там, где Ниф-Ниф. Еще, еще немножко. Да, вот я правильно понял, что вот, что вы в интернете где-то прочитали про вот Ниф-Нифа и, дескать, вот вам показалось, что это классно, потому что это бы, возможно, решало бы вашу проблему. Потому что там вот как-то выше, там как-то вот слабо решаемо, а вот это, дескать, решаемо. И, возможно, тут, может быть, был бы такой ход, что, дескать, может быть, спросить у группы технологии, дескать, вот чтобы они оценили, это вообще реально там вот Ниф-Ниф, он вообще как бы, ну, в общем, или это интернет-разводка. Ну, с нашей стороны, да, это бы решила. А вот что насчет технологии? Да, ну вот я к тому, что, может быть, спросить у группы технологии, дескать, вот вообще Ниф-Ниф возможен? Первое. Ну а второе, дескать, или наоборот сказать группе технологии так. Вот нам, нам, группе дом, нам нужен не какой-то дом, а вот чтобы он вот такой вот был, вот столько стоил, вот столько. А не вот, а не как там, дескать, сможете дать? И тогда глядишь. В общем, да. Еще вопросы? Ниф-ниф. Так, да, прошу. Я правильно понял, это цена без учета коммуникации, без учета земли, то есть это просто коробочка одна? Нет, с учетом. С учетом земли. Это где-то очень далеко, видимо, да, с земля. Мы, если честно, сильно в технологии сегодня не успели внедриться? Может быть и не нужно? В технологии у нас есть группа. Да, но у нас примерно, вот если так посмотреть, миллион, ну это вполне реальная цена, которую может семья себе позволить. Молодая семья. Есть ли вопросы? Вот вчера было много рук по поводу мечты, как там, жилищной мечты. Вот как вот вы увидели вашу мечту жилищную? Да, понятно. Перейдем к суждениям. Спасибо группе. Да, прошу, Рузиль. Рузиль, группа общественной реализации. Но я также думаю, что на сегодняшний день, вот на шестой день работы группа, то есть вот так же прогресс налицо. То есть видно, что если вспомнить первый день их выступления, они говорили, что все плохо, нам надо большую зарплату, денег надо, то надо, умный дом нам да, постройте. А сегодня не выступают. И вполне говорят, что да нам за миллион рублей проект нефт-нифт вполне устраивает. Все хорошо. Мы будем жить и радоваться. И на вопрос ваш, готовы ли вы от себя что-то дать, то есть производственность силы. Да, готовы. То есть все в порядке, нормально все, молодцы. Да, прошу, Сергей. Сергей, хотелось, конечно, группе дом, просьба или нет, все-таки вот написать, вот чтобы, может быть, завтра даже просьба, написать, какой дом в одну колонку они хотят, ну, помечтать на самом деле, вот какой они хотят. Не в общем, а прямо вот помечтать, бытовым языком помечтать, вот какой вы хотите дом. Ну и как для примера сравнить вот с характеристиками сначала ниф-ниф, а потом если вот есть возможность, ну, показать просто вот эту мечту, которую вы увидите, если можно будет. Спасибо. Спасибо. Еще осуждение. Ну, я хотел бы, конечно, прокомментировать. Вот, мне кажется, группа выбрала правильное направление. В том смысле, что группа, мне кажется, пытается по-честному попытаться решить нерешаемую проблему, а именно создание жилищной мечты. Потому как, ну, вот я, честно скажу, не знаю, как ее решить. Я вот не знаю. А группа, мне кажется, пытается двигаться в эту сторону. Ну, то есть, конечно, ниф-ниф пока такой, на мечту пока не похож немножко. Вот, но вот. Так, 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 где там на первом слайде? А, на первом слайде, да, на первом слайде хороший у вас. Вот, но то, что лично мне было бы очень интересно увидеть дорожную карту, как, например, обычная уральская семья такая может неожиданно решить свою жилищную проблему и превратить ее в жилищную мечту. Вот, если мы увидели дорожную карту и увидели, как это реально может произойти, мне кажется, что вот это, конечно, это был бы шаг. И важно еще не забывать, вот этот аспект, то, что вы говорите, что вы это завтра доработаете, мне кажется, важно это доработать. Как это может стать ресурсом развития страны? Что вы, как, что вы можете, в общем, дать в общую копилку? Как вы можете, собственно, как вы можете помочь министерству развития? Что вы можете дать, чтобы, дескать, вот эта вот идея, которую мы сегодня утром обсуждали, чтобы она наполнилась бы смыслами и наполнилась силой? Мне кажется, вот, дескать, это, мне кажется, это правильное направление движения. Спасибо. Спасибо. Следующая группа — наука развития. Добрый вечер. Наука развития группа докладчики Константин, Елизавета, Максим. Ну, сегодня была тема дня, что мешает развитию и необходимые ресурсы развития. Соответственно, мы сегодня работая в группах, по теме дня предположили, что основным фактором, мешающим развитию является как раз-таки отсутствие взаимопонимания. Ну, вот, то есть и отсюда вытекает тема нашего доклада сегодняшнего, что мешает взаимопониманию и необходимые ресурсы взаимопонимания. Можно следующий слайд? Отсюда вытекает вызов, который мы сформировали, то есть взаимопонимание между группами на игре. Далее, чтобы преодолеть вызов, мы постарались поставить задачи для, ну, соответственно, его преодоления. Итак, можно подготовить фильм к включению. И я говорю, что первая задача, которую мы выделили, это необходимо проанализировать ситуацию на наличии взаимопонимания, то есть фиксация фактов, отсутствие взаимопонимания. Сейчас хочу, чтобы мы сейчас с вами посмотрели интервью и задали себе какие-то вопросы вообще, есть какое-то представление у группах о друг друге и понимают ли они конкретно функции, кто что должен выполнять. Все, спасибо, давайте посмотрим. Сначала вопрос о общественной организации. Как ты думаешь, отличительная функция общественной организации на этой игре? Общественные организации должны каким-то образом воздействовать на Министерство энергетики для трансляции интересов общества, наверное, то есть группы ДОМ, наверное. Точные функции ты можешь назвать? Две точные функции. Нет. Не можешь, тогда хорошо. И второй вопрос. Какого результата на игре, по своему мнению, они должны выстить? Я не могу сказать вообще, честно сказать. Никаких мыслей, абсолютно. Первый вопрос. У общественной организации. Их отличительная функция на этой игре? Ну, мне кажется, общественные организации очень четко сформулировали свою основную функцию, как инициативное объединение. А что они именно должны делать? Мы считаем, что общественные организации должны быть одними из двигателей, скажем так, они должны стать субъектами развития энергетики. То есть это отвечает на завтрашний вопрос. Как именно? Какие функции у них должны быть? Мы сегодня презентации расскажем. А сейчас можешь тебя об этом назвать? Например, они дадут организации общественного совета. Хорошо. Второй вопрос. Какого результата на игре, по твоему мнению, они должны достичь? В идеале в сотрудничестве с нами мы должны разработать макет такого совета. Например, одна из форм. На мой взгляд, группа общественной организации представляет собой некое связующее звено между крупной машиной правительства и обществом. То есть группная машина правительства не может быстро взять и среагировать на какой-то внешний вызов. А общественные организации, они такие ввертки, мощные, быстрые и, в принципе, помогают правительству. И в идеале через некоторое время правительство должно эту инициативу подхватить и забрать себе. Следующий вопрос. Какого результата на игре, по твоему мнению, они должны достичь? Общественные организации должны выработать некую стратегию или план, как должны создаваться общественные организации в области энергетики. Первая. Общественные организации. Их очень подключительная функция. Миссия на этой игре. Я считаю, что их миссия на этой игре была в том, чтобы дать толчок для развития, как раз создания Министерства развития энергетики. Второй вопрос. Какие результаты на игре, по вашему мнению, они должны достичь? Максимально в результате этой игры они, наверное, и должны организовать общественную организацию, которая, на мой взгляд, должна дать толчок Министерству энергетики, импульс Министерства энергетики или возможность Министерства энергетики для проведения остальных всех мероприятий, которые мы сегодня в Дорожной карте предложим по созданию нашего Министерства развития энергетики и общественной организации. Технологическое лидерство. Отличительная функция. Наверное, это знание, ну, собственное знание, это знание всех технологий. И это умение предвидеть. То есть они должны создать запрос такой, чтобы, например, подготовка кадров была своевременной. Не постфактум, когда мы пришли, нам нужны люди таких специальностей, они должны предвидеть будущее и создавать уже такой запрос, например… То есть они должны заниматься кадрами? Нет, они должны заниматься технологиями, но для развития технологий, для развития производства нам понадобятся кадры. Они должны заниматься технологиями или кадрами? Они должны заниматься технологиями, но для развития технологий нужны кадры. То есть они должны… Они должны отдать запрос на кадры своевременно, скажем так. Но при этом они должны разработать, как вводить какие-то новые технологии. Да, основная цель – это технологии. Все, договорились. Тогда второй вопрос. Какого результата на игре, по твоему мнению, они должны достичь? Мне кажется, они могли бы сформировать некий пул перспективных технологий, которые скажем так, будут на шаг впереди. Ты считаешь, что они сейчас на пути к этому, судя по вчерашней их дорожной карте? Мне кажется, что достаточно близко, но это не технологии на шаг впереди, а технологии в шаге вместе со всеми. Я хочу задать такой сегодня диалог, чтобы они с вами сотрудничали, а вы как будто бы начали их финансировать или что? В частности, да. Следующая группа – технологическое лидерство. Первый вопрос – их значительная функция. Что они должны делать? Технологическое лидерство внедряют идеи, они их находят, они их взращивают и ищут людей, которые могут их внедрить. Какого результата на игре они должны достичь? Группа технологическое лидерство должны… Так, сейчас я подумаю. Группа технологическое лидерство ищет принцип, как открывать новые идеи новых предпринимателей. Группа образования личности, на наш взгляд, представляет то, куда человек должен двигаться вперед. Нормально? Что они достигнуты должны по окончанию игры? Группа образования личности должны достигнуть к концу игры некой идеи, как воспитывать человека нового поколения. Я думаю, что они должны были предложить какую-то реально действующую в ходе игры, то есть выявить какую-то реально действующую разработку, которая могла бы быть применена в Сверховской области. Второй вопрос тогда неожиданных. Они сейчас двигаются в правильном направлении? А я не знаю, куда они сегодня движутся. То есть, как бы, я так понял, что вчера им задача была маленько конкретизирована, а что из этого выйдет, я не знаю. У нас есть третий вопрос, какого результата на игре, по вашему мнению, они должны достичь? То есть, родить какую-то более-менее живую программу, которая могла бы быть использована в дальнейшем для реализации этого проекта именно здесь, в Сверховской области. Возьмем запись. Начальник с открытия. Какая отличительная функция вашей миссии на этой игре? Нашей миссией в данной игре является поиск путей импортозамещения продукции, а также поиск путей внедрения инноваций современных технологий в жизнь, в энергетику. Хорошо. И какого результата на игре, по вашему мнению, вы должны достичь? Мы должны достичь некой концепции площадки по внедрению новых технологий, которая способна объединить в себе запросы общества, запросы государства и запросы науки и позволить реализовать это в жизнь. То есть какой-то план в итоге должен у вас вылезти, который может выйти в жизнь. Подождите, образование личности? Да. Группа образования личности. Вот я сейчас скажу не мнение группы, а свое субъективное мнение. Окей? Мне кажется, что они немножко не туда идут. Они акцентируются на выявлении личности, они не говорят, как ее образовать. Образование личности. Их функция, миссия на этой игре. Образование личности. На игре мы считаем, что они должны нам были сформировать какой-то образ самой личности, как ее, как сказать, как вообще построить эту личность, грубо говоря, дословно, чтобы мы могли это применить у себя в доме, в группе. Потому что нам немножко непонятно, как вот, например, задача у нас вырастить личность, например, грубо говоря. Они должны были дать нам на это ответ. То есть их результат по окончании игры какой? Показать, как сформировать личность. И, ну да, наверное, так. А неправильно сейчас двигаться? Немножко, вот не знаю даже, правильно-неправильно, потому что у них раз такой конфликт произошел, разные подходы, может быть, не знаю даже, в каком они направлении двигаются. Но вопрос, как нам это сделать, они нам не дают. Ну, ответ, как нам это, по-моему, сделать, они нам ответ на этот не дают. Что мы хотели показать вообще этим маленьким исследованием? Что мы с вами сейчас на игре находимся шестой день. У нас сегодня четверг, завтра пятница. И завтра мы уже с вами все вместе должны дать какой-то итоговый результат. Мы с вами пришли к тому, что каждая группа необходима. И если мы хотим взаимодействовать друг с другом, необходимо понимать какие-то функции и вклад каждого, каждой группы. А у нас сейчас на шестой день есть только какое-то примерное представление друг о друге. Вот. Поэтому сейчас здесь возникает вторая задача, которую сейчас нам… Можно следующий слайд? То есть возникает вторая задача, которая звучит так. Понять, что мешает взаимопониманию и найти необходимые ресурсы для установления взаимопонимания. Соответственно… Можно следующий слайд? Мы выделили главные факторы, мешающие взаимопониманию. По нашему мнению, это отсутствие установки на понимание. Ну там пояснение в скобках есть. Отсутствие открытости диалогу и отсутствие технологии взаимопонимания. Соответственно, ресурсы для решения… Можно следующий слайд? Соответственно, ресурсы для приходу к взаимопониманию это соответствующее понимание, идеологичность и технологии взаимопонимания. Далее возникает вопрос самый интересный. Где взять эти ресурсы? Ну, по нашему мнению, первые два ресурса понимания идеологичности, они врождены человеку. То есть, чтобы вступить в диалог, ну, конструктивный, никаких технологий не нужно применять, соответственно. Но если использование этого ресурса каким-то образом блокировано, то есть что-то мешает нам вступить в диалог, то необходимо как раз технологии взаимопонимания. Ну, соответственно, возникает задача номер три. Следующий, можно слайд? Задача номер три. Создание вот этих самых технологий. Следующий слайд, можно? Первая технология, вот мы ее уже просмотрели, это фиксация каких-то вот видеофактов. Хотелось бы отдельно сказать спасибо участникам, которые приняли, не постеснялись. Спасибо вам. И второе, это обрабатывание общего обрабатывания общего пространства вопрошения, вопрошения, то есть должно быть поле для вопрошения. Вопрос-ответ и анализ полученных результатов, соответственно. Третье, как мы определили, что было определено нами, создан ряд так называемых вот этих вопросов. Они вам были подброшены совсем случайно, пока вы были на экскурсии. Ну, кто-то на них ответил, кто-то нет. Но мы сами на них ответили, проработали. Мы немножко подразделили на проработку. Это спросили ответ на вопрос у каждого участника нашей группы. создав тем самым общее понимание данной ситуации. Вступили в диалог по поводу наших ответов. Дискуссия. Запустили второй круг вопрошения. Для чего? Чтобы уточнить ответ после обсуждения уже, как мы говорим, в диалоге. И четвертое. Мы подразделили, выработали общий ответ со всех вопросов, со всех членов группы, чтобы было какое-то логическое завершение. Эти круги вопрошения не ограничиваются двумя кругами. То есть можно продолжать бесконечно, пока мы не достигнем какого-то общего результата. Чтобы был один ответ. Можно еще на девятый слайд перелистать? Вот так самые называемые вопросы. Давайте я их озвучу. Как группа понимает свое игровое игровую роль через название? Вот ответ ниже. Реализовать технологии взаимопонимания. Второй вопрос был, что мешает реализовать эту роль полностью сейчас на игре? Наш ответ был, технологии взаимопонимания находятся в разработке. И третий вопрос, что предпринимаете в оставшиеся дни, чтобы реализовать? Наш ответ был экспериментальное применение технологии. Дальше. Также мы получили ответ от одной группы. Огромное вам спасибо, что принесли листочек. Это очень приятно. И сейчас мы хотели бы немножко проанализировать их ответы. Вообще какой был критерий ответов на эти вопросы? Он очень простой. Нужна вам может быть какая-то честность и логика. Что мы получили, какие ответы мы получили от группы общественной организации? Первый вопрос. Как группа понимает свою игровую роль через свое название? Их ответ организация диалога. Второе. Что мешает реализовать эту роль полноценной сейчас? Они нам отвечают отсутствие такие проблемы. Тем самым группа утверждает, что в игре между нами всеми есть конструктивный диалог. По-моему, после первой части доклада мы задаем вопрос, находятся ли группы в режиме конструктивного диалога? И если группа не видит проблем реализации организации диалога, то где результат? Третий вопрос, что предпринятие в оставшиеся дни, чтобы реализовать ее? Они нам отвечают, уже организовали круглый стол. Вопрос номер один. Это они его организовали? Далее. Закончился ли конструктивным диалогом тот стол, который был позавчера? Мы пришли к какому-то единому мнению? Я, может быть, напомню кому-то, но даже министр развития энергетики запутался и попросил подумать до следующего дня. вопрос на ваш ответ. Почему вы не планируете, раз вы хорошо организуете какой-то диалог, не планируете организацию диалогу в тему оставшихся дней? Мы приходим таким образом к какой-то третьей технологии. Это экспертная консультация. Назад один слайд. Экспериментальная консультация. После двух первых каких-то технологий появляется какая-то неразрешимость. Но в каждой группе мы должны установить диалог. И мы считаем, что как раз таки в этом заключается роль и суть игры науки развития на площадке вот этой игры и в будущем вообще. Можно ли привести такой пример? Сегодня переходил к нам министр развития Сергей и спрашивал вообще с таким может вопросом по структуре организации групп. И может быть нам сказал придумайте пожалуйста конструкцию. Я сейчас думаю наш какой-то доклад вам понял примерно вообще чем мы занимаемся и мы хотим сказать вам что мы не даем какие-то готовые ответы. Мы подталкиваем к ним. То есть не ловим рыбу, а даем удочку. Вот в этом заключается роль Ноки развития. Мы несем установку на взаимоотношения. Мы открыты для сотрудничества и диалога и мы занимаемся разработкой технологий. Спасибо. Попов Александр. Хотел уточнить прозвучала экспериментальная консультация или экспертная все-таки? Экспертная. Вы считаете себя экспертами я правильно понял? Нет? А кто эксперт? Может быть создано какое-то экспертное сообщество помимо нас. То есть у игротехников в данном случае можно уточнить экспертом совета? Понятно. Спасибо. Еще вопросы на понимание? Извини, пожалуйста, можно я уточню еще ответ? Мы сейчас находимся только в разработке технологий и поэтому мы не можем себя считать экспертными. Спасибо. Андрей потом Сергей. Фомина Андрей хотелось бы узнать данный вопрос создаваясь только нашей группе или только наша группа была приведена в пример здесь? Сейчас только ваша группа была приведена в пример с целью экономии времени. Благодарю. Да, Сергей. Так, микрофон. Да. Сергей, мне сейчас эти энергетики. Правильно ли я понимаю, что на сегодняшний день до сегодняшнего дня вот эта цель, которую вы поставили, она выполнена не была? Взаимопонимание между группами? Нет, ее нет. Ее нет. Спасибо. Еще прошу вопросы, если есть. Да, прошу, Оля. Кащеева Ольга, группа Министерства развития энергетики. Вопрос такой, а организационно-деятельностную игру нельзя рассматривать как технологию взаимопонимания? Конечно, можно. Спасибо. Интересно. Так, да. Надежда? Правильно ли я понимаю, что группу наук развития не понимают другие группы, а группа наук развития тоже имеет непонимание других групп? И в этом проявляется отсутствие взаимопонимания? Или наоборот группа наук развития? Можно уточним вопрос? Или еще нет. Переформулирую. Или же не то, что я сказала, а группа наук развития понимает все остальные группы, но у всех остальных групп какие-то проблемы? Нет, неправильно, поняли, мы тоже не понимаем. Или хотя бы ставить задачу другие группы понимать? Да, такую задачу мы ставим. Понятно, спасибо. Еще один вопрос. Вот в формате вот этого интервью задавали ли вы вопрос в каждой группе о том, как они понимают назначение вашей группы? Задавали или нет? Ну, мы будем, мы сегодня не задавали в целях экономии времени. Нет, я не говорю о представлении здесь, я говорю о задавали или нет. Вообще нет. Спасибо. Да, Виталий. Соломин Виталий, группа образования личности. Правильно ли я понимаю, что вот в эту технологию взаимопонимания тут идет съемка фильма, а вы мешаете. Я могу сесть. Да, лучше сесть. Входит также технология образования ценности взаимопонимания. Конечно. Мы можно слайд назад и еще назад и еще назад и еще назад. Там были? Тогда вперед. Отсутствие открытости диалоги, то есть отсутствие принятия ценностей друг друга. Мы не понимаем функции друг друга, а мы должны прийти к одному результату. То есть мы не ценим результаты друг друга в итоге и думаем только о результатах своей группы сейчас. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Можно я, да? Да, Евгений. Вот правильно я понимаю, что вы исходили из того, что развитию везде и всегда мешает именно взаимопонимание. То есть если нет развития, то значит проблема именно в том, что где-то кто-то кого-то недопонял. Конкретно сегодня в нашей ситуации? Нет. Тут скорее это я же вначале сказал, может просто не сделал акцент, что это один из основных факторов, которые не дают развитию происходить. То есть не только, это просто такая глобальная проблема, которую видно сейчас. Одна проблема сегодня. Да, Надежда. Правильно ли я понимаю, что наличие взаимопонимания можно установить, например, как бы вот по наличию такого факта, если группы слово в слово одинаково повторят роль, например, одной из групп на игре? Не так прям, чтобы слово в слово, но в целом, чтобы хотя бы какой-то смысл был один и тот же вложен в слова тогда, да. Тогда правильно ли я понимаю, что вот взаимопонимание это что-то такое как бы стационарное, так сказать, не меняющееся что ли? Вот я вас понял и я вас понял. ну как бы и как бы не требует, так сказать, постоянного развития уточнения, что ли? Группа это не говорила. Не так плоско в вашем понимании. Развитие есть всегда и какие-то функции появляются новые, но постоянно, каждый день объясняя, чем мы занимаемся, этого не должно происходить, считаю. так у меня есть вопрос. Всем добрый вечер. Я очень сильно отстал. Сегодня вы далеко ушли. И вот, к сожалению, не приходится догонять. Вот что я хотел бы понять, что здесь происходит, конечно, общий мой вопрос, но при этом вот вопрос в группе здесь прозвучало, что мешает развитию же, да, названы были три пункта какие-то. Можно к ним вернуться и, может быть, пояснить. там отсутствие слова было. Отсутствие, отсутствие, отсутствие. Что непонятно? Мешает отсутствие. Так у меня не звучит как-то. Мешает отсутствие. Я не понимаю. Может быть, вы мне можете как-то пояснить, наверняка в группе это обсуждали вы, а в чем причина отсутствия тогда? Да, это прозвучало в наших докладах. Обсуждали, да? Можно еще тогда меня вернуть в ваш доклад? Вот это все отсутствует. Почему? Потому что у нас сейчас бананы в ушах. Потому что каждая группа думает каждый день о том, что она должна сделать. Но мы пришли… Нет, я про развитие говорю. Я про развитие говорю. Про развитие? Развитие мешает отсутствию вот этих всех замечательных, очень необходимых вещей. Взаимопонимание групп. Мы пришли к общему мнению всей группы, что мы важны для общего развития. И каждая группа здесь важна. А почему оно отсутствует, я спрашиваю? Вы разбирались? Нет диалога. А почему нет диалога? Вы разбирались? Вы разбирались? Почему нет диалога? Потому что не в том, что форма вам здесь какая-то есть. Разбирались. Знаете, почему нет диалога, да? Потому что его сейчас не было. Нет, потому что нет. Мы один раз пытались сделать круглый стол. А? Для того, чтобы группу поняли, что… Нет диалога. Нет диалога. Конструктивного нет. Нет диалога. А почему нет диалога? Вы разбирались? Группа. Мы попытались разобраться, но как бы мы к такому выводу пришли, что мы попробовали придумать, как бы этот диалог создать, но почему его нет, мы не знаем. Ну, вопрос вы себе такой задавали? В какой-то мере, да. В какой-то мере, да? Чтобы прийти, вот как бы, как это сказать, да, способы, ну вот… Отсутствует принятие ценностей другого. А почему отсутствует принятие ценностей другого? Ну, потому что каждый день, еще раз повторяю, группы заинтересованы именно в своих результатах, чтобы подготовить к общему вниманию диалог именно группы про свое развитие. И еще раз тогда мне надо. Внимание общего развития. В третий раз мне повторите, почему отсутствует ценности другого вообще? Здесь на игре… Потому что мы не понимаем, кто чем занимается. А, потому что мы не понимаем, кто чем занимается. В группах между друг другами нет взаимопонимания как раз в том плане… А почему мы не понимаем? Потому что не понимаем. Не можем понять функции друг друга. Не догоняю. Не понимаем, потому что не понимаем. Какая-то формула меня никуда не ведущая. Ну вот правильно Амина говорит. Потому что не хотим, наверное. Потому что что? Не хотим понять. Потому что не хотим понять. Все, тогда сразу ясно. Ну, скорее всего, так. Ну так не вопрос. Все вы мне ответили. То есть вы в группе пришли к выводу, что не происходит развития, потому что никто ничего не хочет. Мы не развивали. Почему сейчас это происходит? Мы вывели какие-то ряд проблем и пришли к каким-то технологиям. Я хочу понять, к чему вы пришли, почему нет развития, что мешает развитию. Сейчас еще раз поясню. То есть мы как бы не хотим друг друга. Вот, наверное, правильно было. Почему мы не идем-то на контакт, потому что не особо и хотим. А вот которые технологии мы предоставляли, они как бы в какой-то мере призваны, что ли, помочь нам захотеть пойти вот на этот контакт. А что нам может помочь захотеть? Ну, там… Мы разработали ряд критериев, как технологии. Технологии захотевания. Ну, не захотевания, а… Понятно. Так это здорово. Налаживание диалога, наверное. Вообще я много об этом думаю. Вот как вот так захотеть? Как придумать, чтобы захотеть? Вот не хочу и все. А вот проблема не хочу, я думаю, вы правильно назвали. Вот когда мы ничего не хотим, ничего не происходит, да? Вот в этом позиции группы всей или Костя только? Итак, мы не понимаем сейчас… Нет, какая именно эта позиция? Чтобы помочь… Что ничего не происходит тогда, когда мы не хотим. Мы не сейчас не хотим друг друга понять, но пока мы не поймем… Да, да, да. А, двое. Понятно, уже почти группа. Спасибо. Спасибо. Можно? Я просто что-то начал понимать уже. Спасибо. Да, и… Рузель, пожалуйста. Рузель, группа общественной организации. Своё мнение и осуждение скажу, но сейчас вопрос на понимание. Я немного, честно говоря, тоже запутался, но у меня вопрос на понимание. Правильно ли я понял, что находясь с вами на одном этаже и в соседних помещениях, вам тяжело было зайти к нам? Да, нет? Да нет, им не хотелось просто. Сейчас, 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 сейчас. Ну… Зайти-то… Зачем зайти? Да или нет? Без суждений, без вопросов остальных. Нет, не сложно вам к нам зайти. Нет, всё. Второй вопрос. Правильно ли я понял от того, что, вернее, вы хотели сегодня разобраться в понимании, взаимопонимании друг друга и всех групп, да? Да, нет? Да, да, да. То есть, да, вы пытались. Ага. И третий вопрос. Вы не пришли к взаимопониманию, так как вы сами не хотели прийти к этому? Да, нет? Нет. Нет, да? Вы не пришли к взаимопониманию, потому что вы сами не хотели прийти? Нет. Понимаю чего-то. Взаимопонимание. Группы. Мы весь день пытались прийти к группам. Еще раз спрашиваю. Вы хотели прийти к взаимопониманию? Вы сказали… Да, хотели разработать какие-то технологии, чтобы помочь всем группам попытаться наладить контакт, взаимопонимание. А, технологии хотели бы… Ну, да, спасибо. Ну, пожалуйста. Последнее слово скажу. Прошу вас. Вы почему-то зацикливаетесь на вещах. Вот сейчас задали вопросы. Почему у нас нет с вами взаимопонимания? Друзья, шестой день. Мы непонятно куда идем. И на факт из интервью видно, что мы не понимаем функции друг друга. Я думаю, что в этом нужно в первую очередь задуматься. Есть такая фраза. Я услышал ее от Георгия Петровича. Если вы идете не знаете куда, то окажетесь там, где не ожидали. Подождите, подождите. Есть ли еще вопросы? Я бы предложил прийти к суждениям. А, подождите, да, прошу. Да, Анастасия. А, суждение. Суждение, хорошо. Ладно. Спасибо большой группе. Я хочу поблагодарить группу за… Слышно? Благодарить группу за это исследование, за наглядное его представление нам. Я считаю, что проблема взаимопонимания и самоопределение групп, она существует на УДИ. Я полностью поддерживаю группу и их предложение по вопросам самоопределения с утра. С утра я тоже считаю очень актуально. Молодцы прям. Да, прошу. Фомина, Андрей. Мое мнение, что группа наконец-таки попыталась, например, до меня… попыталась донести до всех, например, до меня все-таки донесла, чем конкретно она занимается. То есть примеры, возможно, они были где-то некорректны, где-то что-то, где-то вот по самому принципу и по реализации, возможно, было как-то не ахти, но в целом группа движется в направлении правильном. Секундочку, секундочку. Да? Мне показалось, я слышал только, что группа сказала, что она не знает, куда она движется. Она не знает, куда она движется? А они сами сказали. Я слышался? Просто мне показалось, что мое мнение, что именно вот методологию и основные принципы своей работы она все-таки осветила. Где-то косвенно, где-то как-то, но начальное понимание… Тебе показалось или я слышался? Я слышался? Да. Ослышался? Да. По-моему, было сказано, что мы не знаем, куда мы движемся. Не наша группа, а я не вся. А ваша группа-то знает, куда движется? Ваша группа знает, куда движется? Алексей Евгеньевич, может, это будет звучать грубо, но если бы вы, может быть, присутствовали с начала нашего доклада, у вас бы сейчас не возникало таких вопросов. Да нет, я потому и задаю, потому что люди-то видели, куда вы движетесь, что вы знаете, а я только услышал фразу, мы не знаем, куда мы движемся. Я фразу услышал. Я говорю, я не ослышался, вы это сказали? Ну, нет, вот просто как бы тут такой момент, тут можно последний слайд еще? Ну, сейчас попробую объяснить, попробую объяснить. То есть вот как бы у нас вот здесь есть ответ на первый вопрос, как бы примерное представление, куда нам стоит идти на этой игре, но его как бы полную картину невозможно составить без… Костя, ты знаешь, куда группа ваша движется? Что ты туда показываешь-то? Ты про себя скажи. Ну, мы вот хотим попробовать, то есть на игре именно применить технологию взаимодействия и экспериментально, то есть если на эксперименте покажешь, что она не работает, то дальше думать, что делать, разработать новую… А вот нафига тебе это надо, а? Хотим попробовать технологию… Хочу. Ну, как мне… Просто не могу не… Не могу не… Не могу не хотеть. Да. Итак, я очень кратко скажу… Для особенно тупых. Два дня назад мы определили, что каждая группа несет какой-то вклад в общее развитие. Было такое. Для этого был создан круглый стол, для того, чтобы понять, а тогда какое место занимает каждая группа. И мы пытались это понять, но к чему мы пришли? Благодаря интервью, я думаю, было понятно, что на самом деле у нас на шестой день сложилось только какое-то представление о каждой группе. А что ждать от какой-то группы и какие функции она вообще выполняет, чтобы потом можно было что-то от нее ожидать и как-то взаимодействовать с ней? Этого понимания нет. И это была тема сегодняшнего доклада. Лиза, почему вы уходите от моих вопросов-то? Хорошо. Ты сказала, что мы договорились, что каждая группа внесет свой вклад, а я говорю, ну хорошо, но вы про свой вклад можете нам сказать? Да. Какой вы решили вы вклад внести? Вы что делаете? Особенный вклад сегодняшнего дня, чтобы донести до всех групп, что на самом деле взаимопонимание, для того, чтобы добиться каких-то результатов, пока нет. Нет взаимопонимания? Нет. Ну потому что нет желания к взаимопониманию. Потому что нет осознания, что оно нужно. Да, нет осознания, что оно нужно. Вот это вот результат вашего исследования, да? Это был сегодняшний вызов, да. Понятно. Спасибо. Ну я хотел бы высказать суждение, если можно. Ну я, конечно, считаю, что доклад очень крутой, конечно. Очень крутой. И вот я после этого доклада впервые увидел, чем группа занимается. До этого я все никак не мог здесь сказать, то они там где-то непонятно где. А сейчас я, в общем, у меня возникло представление, что группа делает, и нам это иногда показали. И, в общем, да. Скажи, пожалуйста, мне. У меня ощущение, что эта группа нам показала зеркало. Зеркало того, что происходит на игре. И я думаю, что вот это как бы та функция, которая, мне кажется, игре нужна. Игре нужна. Скажите, пожалуйста, группа тогда, уж раз Саша вас так хорошо понял, вы в этом зеркале себя увидели? Ну вот мы как бы попробовали вот зеркало, то есть как бы через эти вопросы показать вам. То есть если вы поймете через эти вопросы… Мне кажется, что вы зеркало повернули к нам вот так вот. Вот что вы сделали. Вы говорите, смотрите на себя. Вы видите себя? Почему? Мы же не говорили… Вы нам показали нас. Почему? А себя вы, мы себя повернули зеркало к себе, поворачивали? Не, ну вот мы же не, как это сказать, не отделяемся. То есть вот эти вопросы мы и сами себе задавали. То есть и мы вот ответами на эти вопросы попытались… Вот сейчас люди прочитали ответы на эти вопросы. И вот интересно, то есть мы еще не спросили это, но вот интересно, они через эти вопросы поняли или нет? Если не поняли, значит, то есть мы тоже что-то не так делаем, продолжаем. Ну, вы согласны с Александром, что вы придумали идею зеркала? Ну, мы смотрим в нее в том числе. Мы просто его показали и вот перед всеми. У нас тоже нет понимания, чем занимается каждая группа. Я, кажется, понимаю, что Саша прав, что вы показали зеркало, но я говорю, у меня возникает вопрос. Себя тоже отразили. Как вы видите себя в этом зеркале? Что мы тоже не понимаем многие группы, кто чем должен заниматься и что от кого ждать и как с кем взаимодействовать. Тогда тот же вопрос, который я Костя задавал, а почему вы не понимаете? Потому что нет диалога между группами. Потому что вы тоже не хотите понимать. Или вы только остальных обвиняете в этом? Потому что нет диалога между группами. А? Нет диалога. Нет, я про вас, про вас. Подождите. Александр Виллисов как-то нарисовал гениальную схему. Дорожный знак. Дорожный знак. Дорожный знак. Они. И он вот так вот выглядит. Вот так. Слышите? Понятен знак? Нет слова. Говорить они, они, вот они, что-то не понимают, запрещено на ОД играх. А я вас спрашиваю, вы зеркало показывали, говорит, вот они, они не понимают, потому что не хотят. Мы все не понимают. Вы не понимаете. Значит, вы не понимаете, потому что вы не хотите. Вы, группа, не хотите понимать никого. Да? Я правильно вас понял? Вы себя, про себя говорите сейчас. Вы учитываете этот знак. Вы говорите, мы никого не понимаем, потому что мы не хотим никого понимать. Алексей Евгеньевич, правильно ли я вас понимаю, что нам нужно еще дополнительно к этому докладу сделать работу, а почему не было этого понимания, а не только тот факт того, что нет диалога и что нужно дальше делать. Хорошо, мы это сделаем. Спасибо вам за направление. Вчера я задавал просто группе вопрос, что группа делает, потому что я этого не понимал. Вот, и сейчас я поэтому с тем же вопросом, говорят, нет, у группы есть понимание. Это знаете, еще у Питера Брейгеля-старшего есть картина «Слепые». Там слепые, и слепой ведет слепых. А в фильме «Тиленшпигель» это разыграно тем, что слепой ведет, и одни говорят, он не видит, он врет, а другие говорят, нет, он видит, он видит. Вот, мне кажется, тоже уместно сейчас понять, куда мы движемся. Или группа, или группа понимает, куда она движется, понимает, что она делает, и это тогда хорошо, но тогда просто есть отдельные непонимающие, и, видимо, надо, я хочу понять, я хочу понять. Либо группа не понимает, но не может себе признаться, не понимает, в смысле, что она делает, потому что я не понял. Да, пожалуйста. Такая пьянка, значит, режь последний огурец. Будьте добры, слайд, где, значит, есть стадии задачи. Так, так, минуточку, минуточку. Вопрос очень, как бы, сложный тот, за который взялась группа, и тут надо последовательно, я сейчас совмещу, как бы, некоторую консультацию одновременно со своим суждением. Значит, группа немножко запуталась в том, что сама же, как бы, вложила в доклад. Вот, и, как бы, это, в принципе, запретное действие, когда выходит игротехник и начинает излагать свои представления. Но просто я вижу, что идут такие, как бы, трассирующие суждения, которые сбивают не просто группу, это-то ладно. Группу может и хорошо сбить, так сказать, как дать в чухольник, а, значит, потом встанут, поймут, в рефлексию выйдут и так далее. Но при этом, как бы, запутываются смыслы, о которых здесь идет речь. Поэтому нужно немножко поправить. Группа, вообще говоря, не говорила о том, что отсутствие понимания есть следствие нежелания понять. И мы об этом совсем не говорили. Тейс ведь был какой здесь? Просто Алексей Евгеньевич не был. И группа этот тейс не удержала, не удержала. Хотя работа у нас была коллективная. Значит, первые две вещи основаны на естественном ресурсе понимания. То есть установка понимания и само по себе понимание не нуждается ни в каких технологиях. Так же, как и открытость диалогу. Почему нет понимания тогда? Почему нет диалога? Эти естественные функции заблокированы. Как они заблокированы? То ли нежеланием понимать, то ли еще чем-то, то ли какими-то там искажениями, дефектами внутриличностными. Группа на этот вопрос не отвечала. Поэтому вопрос о причинах непонимания и отсутствия открытости диалогу, на него группа ответ не дает. Она говорит, что естественность понимания, естественность открытости диалогу, когда не нужно никаких технологий, она чем-то заблокирована. Это вопрос глубокий. И естественно, тут и где-то нежелание понимать и так далее. Получится, что группа ничего не хочет понимать, прет свое. Это не так. Или типа такого, группа всех обвиняет, вы ничего не понимаете, поэтому нет взаимного понимания. Группа этого не говорила и такого обвинения не было. Значит, и получается, что когда вот эти вещи не проходят, то есть когда не проходит естественность понимания, естественность открытости диалогу, то нужны технологии, технологии установления этого понимания. И таким образом была поставлена задача группе на день, которую она эскизно, как могла, решила. То есть предложила технологии такие, какие есть. И в принципе они, мне кажется, работают. Спасибо, Александр Жилиппович. Я должен принести извинения группе, потому что я понял, что я ее не понял. Дело в том, что тема дня у нас сегодня, что мешает развитию, я с этой установкой сюда ехал, жаждать узнать ответ на этот вопрос. А увидел, что у вас в заявке написано, что мешает развитию, тема доклада. Слово «развитие» зачеркнуто многократно, но видно, что оно, а сверху написано «взаимопонимание». То есть вы совсем о другом говорили, чем я думал, и как бы работали не в рамках, не в рамки темы дня. Тогда прошу извинения. Ничего подобного. Значит, мы начали с того, с темы дня. Причем, значит, что мы выделили? Поскольку работы по теме развития, развитие в рефлексии на игре не ведется, слишком сложна тема. Задача была какая? Выбрать в теме развития такой спектр, где можно продвинуться. То есть мы не понимаем, мы не можем установить между собой, группы не могут установить на игре, взаимопонимание на тему развития. Понятно? Взаимопонимание по теме развития не установлено. Поэтому логика была какая? Поэтому мы не можем обсуждать проблематику развития. И группа сместилась, она сузила спектр. То есть рамка, смотрите, рамка дня. Что мешает развитию? Значит, необходимы ресурсы развития. Взаимопонимание в развитие входит как один из необходимых компонентов. Мы считаем, одно из оснований это взаимопонимание на тему развития. Невозможно охватить вот такой широкий спектр. Нет такой мощности у группы. Поэтому мы сузили тему до взаимопонимания, считая, что она вложена в тему развития. И эту тему мы постарались продвинуть. Я считаю, продвинули. Или, может быть, Алексей Евгеньевич считает, что тема взаимопонимания не связана с темой развития? Да, я считаю, не связана. Вот. А мы считаем, что связана как одно из необходимых оснований. Еруда это все, я думаю. Вы занимались не тем делом. Ну нет, мнение понятно. Значит, ну вот я, допустим, с ним категорически не согласен. То есть мое мнение такое, что вот мы выделили аспект взаимопонимания как одно из оснований развития. И это очень легко проверяется. Спасибо. Мы стали понимать друг друга, что мы говорим о разном, делаем разные дела. Теперь мы понимаем, делаем разные дела совершенно. Пожалуйста, пожалуйста. Да тоже про суждение небольшое, что мне почему-то показалось, что группа делает из мухи слона. Потому что вот мы, например, группа ДОМ, мы вот обсуждали и действительно фиксируем некоторое непонимание в группе науки развития. Но при этом вот мы группа ДОМ, мы занимаемся ДОМ. И если у кого-то есть непонимание, то как бы давайте там приходите, мы объясним, что там, как с ДОМ. У меня к вам есть вопрос. Можно на суждение? Суждение, конечно. Я, может, немножко резок буду, но прошу прощения, я могу что-нибудь не сдержаться. Вот посмотрите, нам, ну я не за группу буду говорить, за себя. Хотя мы порядка трех дней потратили на то, чтобы наладить диалог с группами. Мы сперва сформировали картину будущего, сформировали какие-то тезисы, свой взгляд на достижение картины будущего, что мы хотим получить все группы. Дальше. Провели круглый стол. Поняли, что круглого стола недостаточно, потому что обратного отчета от групп мы не дожидались в рамках этого круглого стола, но потому что все были не готовы объективно посудить. Дальше мы потратили следующий день на то, чтобы получить все-таки отчет от всех групп на наше мнение. Разделились в рамках своего министерства, назначили ответственных, пробежались по всем группам, даже дважды кто-то, для того, чтобы получить обратную связь. В рамках этой обратной связи мы составили снова, ой, не снова, а карту, дорожную карту достижения энергетики будущего. То есть зафиксировали какое-то исходное состояние, как настоящую позицию, картину будущего, к которой мы хотим прийти. Дальше мы еще раз скорректили картину будущего, дважды скорректировали дорожную карту достижения этого будущего. Мы ее готовы представить сегодня в нашем докладе по результатам корректировки вчерашних замечаний. Дальше. И давайте будем честны. Сегодня наука развития перед ужином пробежалась, собрала интервью у всех участников групп. Я не знаю, как можно за час проанализировать все и всем доказывать, что у нас нет взаимопонимания. Почему-то я понял, что мы к взаимопониманию пришли. К картину будущего мы составили, картину настоящего зафиксировали, какую-то дорожную карту сформировали. И мне как бы обидно слушать, что с вашей точки зрения мы, получается, ничего не сделали. Ну вот это… Спасибо, Ира. Спасибо. Егор из интернета требует телефон Лизы. Михаил, общественная организация. Я, возможно, опоздал немного с вопросами на понимание, но группа определила такой план развития, возможно, своего, своей группы в частности, основываясь на самоопределении других групп. Был у вас такой тезис, что пока все группы не самоопределятся, вашего самоопределения не получится. Ну вот какие-никакие, но результаты вы сегодня получили. Кто-то самоопределился так, кто-то по-другому. Ну, возможно, с этим уже и надо было работать и на основе этих результатов уже как-то самим самоопределиться, чтобы мы тоже поняли это. Спасибо. Вчера мы… Вы поступили там с докладом, каким-то там самоопределением и все тому подобное. Из-за чего вообще родилась тема сегодняшнего даже вне взаимопонимания? Потому что вчера вечером, хотя после диалога мы поняли, что мы вроде как наукой методологии, к нам подходили и спрашивали, а чем занимаются? А слушайте, а вот энергия будущего, она… А чем занимаются-то, а что от него хотеть? А вот слушайте, а вот технологическое лидерство, они что там, они кадры готовят или они, они, может, заводы строят? А что делать-то? И получается, тут как раз этого взаимопонимания нет, хотя вроде диалог уже должен идти. Поэтому просто мы решили это как-то… Вот, обсудите все. Не только мы это решили, как бы какая-то рефлексия была… Мне сказали вчера, что на вас спрос есть, люди ходят, спрашивают что-то у вас. Только не знаю, устраивали ли их ответы, которые вы им давали. А так это я вчера еще слышал, да. Грузель. Грузель, группа общественной организации. У меня пять суждений. Один из них подразделяется на три. Ну, с первого на первого я хочу попросить прощения у группы в плане заполнения опросника, который они нам принесли, на стол положили, пока мы были в музее. Честно, простите меня, ребята, это я его заполнял и отвечал на ваши вопросы. Мне стыдно. Стыдно за то, что я взял на себя ответственность, что это именно мы якобы организовали круглый стол. Хотя это не так. Организовали игротехники. Да, мы попросили, поддержали, потому что к нам на третьем дне пришли группа ДОМ, да, Александр Марков, и попросили взаимодействия. Но, видимо, когда я увидел, уже пришли мы, значит, после музея, я просто хочу объясниться, чтобы поняли. Когда мы пришли после музея и мы начали работать, честно, мы не сразу заметили ваш опросник. Но мы когда подразделились, то есть разделились на вопросы, над которыми мы работали дня, то есть, видимо, я просто машинально написал, организовали, хотя, может быть, надо было написать, мы поддержали организацию круглого стола. Зачем извиняешься? Ну, просто чтобы было понимание. Все-таки ребята не понимают, как бы вот поэтому. Ну, и хочу спасибо сказать также вашей группе за то, что показали, что, оказывается, группу общественной организации некоторые не понимают. Вот в этом есть какая-то изюминка, есть какая-то соль. То есть, оказывается, не все понимают. Мы до этого пять дней выступали. Группу вашу не понимают? Или вы чего-то не понимаете? Нет, 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 нашу группу не понимают. Кто вас не понимает? Ну, вот, в частности, Андрей, да, то есть, я и говорю, оказывается, некоторые ребята не понимают. В начале доклада было интервью просто разных… А группы-то вас понимают? Ну, я за всех не буду говорить, вроде как нормально. А я объясню, почему. Почему объясню. Когда, значит, на четвертом дне организовывался круглый стол. Организовали, да, его игротехники. К нам также подходили, спрашивали, вот у нас игротехниками, нас спрашивали, какие-то моменты по кругу на стол. Но, тем не менее, значит, они организовали, мы пришли. Значит, есть этому развитие, я дальше поясню. Мы все сели за круглый стол и начали обсуждать в рамках доклада. Ну, так же, как пленум, вот сегодняшний, например, да. Вроде как и определили образы, по крайней мере, мы свой образ будущего рассказали. Вопросы на понимание, уточнение все мы ответили. Вопросы исчерпывающие были. Те, которые суждения были, еще мы обязательно их записывали и учли. Был также некий запрос, заказ, скажем так, да, условно, в сторону группы наукообразования. В частности, по курсам трезвости. Но они, конечно, сказали… Ой, я прошу прощения, группу наукоразвития. Они сказали, мы не боремся с алкоголиками и все остальное. Хотя я четко изложил мысль, что просим, ну, в рамках игры, конечно, придумать методологию проведения курсов трезвости, а не борьбы с пьянством. Это существенный нюанс. Ну и далее. Вот соглашусь с Алексеем Евгеньевичем о том, что вот картина «Они» перечеркнута, вообще наглядно показана, что вы-то о себе не спрашивали вообще ни у кого. Хотя, наверное, стоило в первую очередь спросить о себе. Кто у вас, про вас что-то понимает? Нет? Не было такого. Далее. Мы находимся с вами на одном этаже, в соседнем, в принципе, вот рядом. Что мешало подойти? Министерство развития энергетики к нам за три дня раз пять или семь приходили, например. Группа «Дом» к нам приходили. Другие ребята приходили, да? Ну, как-то не совсем понятно. И сегодня, после музея, я лично к вам пришел, отдал. Ну, некая секунда, ситуация была, время что, может, какое-то взаимодействие. Ну, вы там обсуждали между собой, не стали переключаться, взяли, я говорю, спасибо большое. Ну, и вы сказали, спасибо за заполнение, я ушел. Дальше. Оказывается, я вот узнал, что игра – это не взаимопонимание. То есть, хотим, не хотим, непонятно. И дали осуждение. Вот пленум, который проводится каждый день, это разве не площадка для взаимопонимания? Круглый стол, который был организован, тоже, я считаю, была площадка, на которой можно было задать друг другу исчерпывающие вопросы. Ну, и также, я лично, я за себя скажу, мы с ребятами еще не успели обсудить, но мое личное мнение, что круглый стол дал импульс развитию, потому что после круглого стола, вот к нам и Алексей Сергеев приходил, да, министр группы Министерства развития энергии. Мы обменились мнениями, схемами, и вчера схема очень наглядно была. Наверное, ключевой момент этот был. То есть, мы считаем, роль общественной хронизации именно в подаче некого импульса был сработан хорошо. Другой вопрос, не все этого понимают. Это понятно. Ну, что ж, Штирлиц тоже не каждый понимал, зачем он там, кого он там защищает. Ну, для меня это не критично. Надеюсь, как-то, может быть, наладим диалог в дальнейшем. Спасибо. Больше нет суждений? Давайте-ка я тогда... Понимание. Наверное, стоит разобраться с этим понятием, с этим словом. Раз уж мы здесь его обсуждаем как некий признак проблемы, если она и есть проблема, то надо с этим, видимо, разбираться. Я, во всяком случае, хочу изложить свое видение. Есть схема понимания, как я ее представляю. Один человек имеет некий, в голове некий смысл. Назовем его, обозначим его вот так вот. Он его сообщает нам всем, представляя некоторый текст. Представляя, мы этот текст слышим, и у нас возникает некий смысл того, что нам сообщили. Но это тот смысл или не тот смысл, мы не знаем. Что для этого нужно сделать, чтобы убедиться, чтобы обеспечить понимание? Да, надо задать вопрос на понимание. Вот это вот, ну скажем, то, чем мы пользуемся сейчас, все привыкли, правильно ли я вас понял, а зачем мы задаем эти вопросы? Чтобы избежать ложного понимания. Это вроде схема, в этом смысле нам, мы уже ее освоили. Но есть вопрос глубже, а почему нет понимания? Вот же схема, бери, допользуйся. А говорят, нет понимания, нет взаимопонимания. И я понимаю, что вопрос, видимо, непростой, но у меня есть представление такое. Был у нас философ Пятигорский, который говорил, чья проблема? Вам надо понимать, вы понимаете. Вы хотите понять, вы понимаете. Но для меня это когда-то, когда я узнал, это перевернуло свое представление. Я думал, что тот, кто говорит, должен добиться понимания тому, кому он это говорит. А он утверждает прямо противоположное. Кому надо, тот пусть и понимает. Вот кому надо, тот пусть и понимает. И возникает тогда следующий вопрос. Кому надо? Потому что кому-то надо, кому-то не надо. Но тогда проблема исчезает, как мне кажется. Потому что если этот человек делает дело, и второй человек собирается как-то быть к этому делу причастным, тогда у него возникает желание понимать, что делает человек. Ему важно, что ты делаешь. Мне кажется, что ты делаешь что-то важное для меня. Для меня важное. Тогда я буду понимать. А если я говорю, я иду пиво пить, и что ты там делаешь, меня абсолютно не интересует. Если, Костя правильно в этом отношении сказал, правильно и честно, если нет желания понимать, то не будет понимания. Ну, вроде бы тогда получается и все, если я ничего не упустил. Мне кажется, что редуцировать проблеми, ну, мне кажется, псевдо-проблеми, понимаете, да, псевдо-проблеми понимания, проблему развития, это неправильно. У меня такое ощущение, я поэтому хотел бы им поделиться. Мне кажется, что группа, ну вот, неправильно снизила планку вопроса, почему нет развития, перейдя к обсуждению темы, которая вот, ну, как бы, которая мне не интересна. Вот она вся. Что тут обсуждать? Спасибо. Коллеги, у меня… Да, Костя, пожалуйста. Константин, наука развития. Ну, вот у меня просто я, да, как бы понял, в чем суть-то, и есть такой момент. Но вот, как сказать-то, вот это с двумя людьми, это легче работает. То есть я как бы, мне что-то рассказали, мне интересно, я переспросил, ну, на понимание вопросы задал. Мне ответили, ну, и так, в общем, вроде выравниваются смыслы. А как бы, когда много людей, то есть можно задавать вопросы на понимание. Ну, то есть пока как бы каждому объяснишь, можно, ну, просидеть тут, я не знаю, до утра, если не больше. Нет, нет, какая разница. Я обсуждаю ведь, что делал я, что делал я, когда ваша группа выступала. Я говорил, что группа делает. Я вас пытался понять. Мне было важно понять, что вы делаете, чтобы вступить с вами в какое-то взаимодействие. Другое обсуждать мне было неинтересно, пока я не понял, что вы делаете. А я так и не понял, что вы делаете. Ну, вернее, понял, что вы обсуждали почему-то эту проблему. Почему вы отказались от обсуждения темы дня, мне тоже непонятно. Время понятно. Константин Филиппович вышел и сказал, что вы решили с темой сложной и неподъемной, вы решили ее сузить до приемлемой, до подъемной. Вот так я его понял во всяком случае. Мне кажется, что это ошибка. Мне кажется, что это ошибка. Вот все, что я хотел сказать. Коллеги, прежде чем движемся дальше, у меня просьба к двум группам, которые уже ранее выступали, буквально, может быть, одним словом или одним тезисом, меня вернуть в ситуацию, пытались по телефону, ничего не услышал. Группа «Дом» заявила цель доклада – показать, что мешает построить дом. Показали? Скажите для меня, для опоздавшего, что? Ну, страх написали, да. Что? Страх. Страх. Да. Страх. Показали сегодня пример дома, интересный очень. Вам советую посмотреть презентацию нашу. Посмотрю. И написали там страх и нежелание, по-моему. Страх и нежелание. И нежелание пойти на риск. Пойти на риск. Ну, мы любим слово риск. Я мысленно аплодирую вам. А вообще кто-нибудь прыгал с парашюта? Да? Во, парашютисты есть. А кто хотел бы прыгнуть с парашюта? Гораздо больше. Ребята, а что они прыгнули-то? А я тоже, кстати, прыгал. Вот. Вот, три раза прыгал человек. Люди прыгают, а вы хотите? А я не знаю, как. Нет, так мы же про что говорим? Группа, мне кажется, Дом как раз ответила на вопрос, что нам мешает осуществить нашу мечту. Мы Дом хотим? Хотим. Прошу, например, хотим? Хотим. Но нам что-то мешает. Мне кажется, группа Дом в этом отношении сделала важную для нас находку, что ли, в самих себе. Если мы будем держать это в поле внимания, будем этим пользоваться, мне кажется, мы многое можем достичь. И с парашютом прыгнуть, и дом построить. Спасибо. И группа образования личности. Я понял, что тут произошли некоторые события. Вот написано, конфликт мешает развитию. Нет, вернее, конфликт требует решения. Да. Конфликт решен. И нужно совершить прорыв в развитии через самораскрытие и приверженность к общим интересам. Два тезиса. Как группа считает? Группа ответила на вопрос, что мешает развитию? Да. Да? Да. Что? Конкретно, значит, в нашей группе… Сейчас я сформулирую, секундочку. То есть для нас развитие как группы, каждого члена группы развития, это было все-таки решить данную проблему. То есть возникала проблема, нужно было ее решить. Проблему группы, да. Считаю, что цель достигнута посредством диалога, посредством критичного отношения к себе и понимания своих ошибок. Спасибо. А я мог бы так переформулировать… Вот я, вернее, хочу так переформулировать вопрос. Правильно я понял, что конфликт мешает развитию? Или он, может быть, помогает развитию? Вы не думали? Получается, помогает. У нас, кстати, вот была схемка, я тут рисовал. Помогает, да? Интересная, да. То есть без трудностей не будет развития. Так, понятно. То есть нельзя сказать так, что конфликт вреден для развития. Может, он даже иногда и полезен, да? То есть нет, может быть, однозначного ответа, но в этом вопросе стоит разбираться. Скорее полезен. Спасибо. Спасибо. Тогда идем дальше. Вы меня вернули в движение нашей общей мысли. Саша, кто там? Дальше. Следующий доклад. Общественная организация. Андрей Фомин. Так, можно презентацию? Значит, тема нашего сегодняшнего доклада – это этапы создания общественной организации и необходимые для этого ресурсы. Переключите, пожалуйста, на следующий слайд. И небольшое такое, возможно, отступление, но к теме дня, я думаю, все же это относится. Сегодня, когда мы обсуждали эту тему, нам, как представителям людей с техническим складом ума, все-таки пришла на ум такая вот схема, которая чем-то похожа, возможно, на электрическую. То есть есть некий источник энергии, которая движет нашу общественную организацию. И от этого источника, этот источник энергии, он заключается либо в самой идее, либо, может быть, в лидере, который несет эту идею. И далее он эту идею распространяет. То есть по каналам коммуникации эта энергия, его энергия, его идея, она распространяется по другим людям, которые непосредственно на нее как-то реагируют и, возможно, развивают, возможно, просто следуют этой идее и живут дальше, согласно этой идее, ее воплощая в жизнь. При этом, признавая эту идею, реагируя на нее, они придают точно так же энергию. И вот признание, то есть признание этой идеи, оно придает энергии и саму источнику энергии. То есть получается такой маленький замкнутый цикл, при котором идея живет и развивается. То есть примерно по такой схеме идея какой-либо общественной организации, допустим, она при организации такой коммуникации между источником и его приверженцами, она будет расти и вдохновлять все больше и больше людей. Это наше такое мнение. И далее можно следующий слайд? Главное препятствие для создания общественной организации было бы, если брать изначально момент ее отсутствия, это отсутствие осознания людьми наличия проблемы и отсутствие осознания необходимости ее решения. Причем каждому конкретному человеку, каждому члену общества. То есть без этого нельзя вообще даже начать формирование организации, потому что она начинается с осознания проблемы все-таки. Без осознания того, что нужно что-то делать, никто ничего делать не будет, ни один человек. Пусть он будет самый инициативный и активный, но если он не видит эту проблему, он ее решать никогда не начнет. И поэтому, следующий слайд. Главным ресурсом для преодоления данного препятствия будут люди, которые осознавая, видя эту проблему в целом в комплексе, они начнут двигаться к этой идее. И если идея решения этой проблемы, идея видения какого-то будущего будет в их головах сидеть и греть их душу что ли, то люди не остановятся ни перед чем. Они найдут необходимые все остальные ресурсы, материальные, возможно, они найдут себе единомышленников. Но самое главное, чтобы в изначальном человеке была идея и энергетика, и желание что-либо делать. Поэтому кадры решают все люди, то есть которые движут нашу энергетику, нашу идею. Можно следующий слайд. Вот таким образом, решив проблему идеи, то есть решив проблему того, что проблема еще не осознана, мы, то есть по первому пункту отработав, постановка проблемы развития энергетики России, если мы говорим в данном случае конкретном по энергетике, по ее развитию, то начнут реализовываться все остальные пункты. То есть это полномерное формирование и расширение круга людей, лояльных к будущей организации. Поясню. То есть возможно некоторые поймут слово лояльнее как-то не так, но в целом лояльность это что? Это приверженность кого-то к чему-то, к какой-то идее, к какой-то организации возможно. В данном случае именно идея, какая-то мечта имеется в виду. То есть вот я считаю, что второй этап, он самый важный в данной схеме, в данном плане, потому что он формирует ту, не знаю, это возможно будет неправильный термин, но армию людей, которые пойдут за лидером, за реализацией вот этой идеи и в конце концов своей массовостью они добьются, они добьются того, чего они хотят. Этот пункт, его реализация будет очень долгой. То есть если брать, к примеру, собственно навигация, благодаря которой мы здесь собирались, то она наверняка начиналась с, допустим, двух-трех людей, которые где-то собрались и они поняли, что надо что-то делать. А в результате сейчас мы имеем то, что имеем. Мы видим, что люди, во-первых, организуется такой форум и что люди приезжают из довольно-таки отдаленных уголков нашего пока что еще Уральского края, ну и также Хмао. То есть мы видим, что приехали люди из Хмао. Видим, что люди есть из Курганской, Челябинской областей. А начиналось все просто в Екатеринбурге с нескольких людей. То есть этот этап, он идет, идет процесс. И в конце концов, по логике какой-то развития, этот процесс зайдет до того, что данное мероприятие, возможно оно как-то видоизменится, но оно будет собирать людей со всех регионов России. То есть это будет массовость. А главная-то идея в том, что главная цель этого мероприятия, в мое вине, она не расширить инициативную группу, которая непосредственно организует, не расширить, нет, это возможно есть элемент этой цели, но она не основная, расширить список самых-самых активных участников, то есть непосредственно организаторов. Но задача этого мероприятия, она поселить в умах людей какую-то частицу вот этой идеи, чтобы в будущем они были готовы начать ее реализовывать, то есть подготовить их к этому, чтобы в будущем они своей массовостью поддерживали это и продвигали каждый где-то у себя в регионах. То есть люди приехали из всех уголков, и каждый если у себя начнет впоследствии делиться со своими друзьями, знакомыми об этом, коллегами, возможно они тоже потом еще поедут, возможно они станут именно активной единицей данного сообщества. По-моему это будет здорово. И в конце концов все-таки, повторюсь, дойдет до организации Всероссийского форума, по итогам которого будет все-таки решено, что какая-то определенная концепция развития нашего общества, она будет выработана совместно в согласии со всеми регионами, когда будут озвучены проблемы всех регионов страны. Дальше идет, дальше пункты идут, они гораздо более быстрые по времени реализации, но нельзя говорить, что они менее важны. То есть непосредственно после Всероссийского форума идет сбор и обработка предложений по развитию страны. Идет конкретное предложение по деятельности общественной организации, допустим, которая создастся под названием Министерство развития энергетики, как это озвучилось сегодня на утреннем пленуме. Дальше, самый главный, я считаю, нет, один из главных пунктов это непосредственно организация и проведение учредительного съезда Всероссийской общественной организации, федеральные представители субъектов Российской Федерации. То есть когда согласно структуре, которую мы вчера предлагали в своем докладе, от каждого субъекта Российской Федерации будет там определенное количество представителей. Далее, организация проведения учредительного съезда регионального этапа, то есть это понижение по уровням идет, то есть по регионам уже будет выборка участников. Дальше, муниципального этапа. И далее подготовка и сдача необходимой документации для регистрации, непосредственной регистрации Всероссийской общественной организации. То есть вот таким образом будет пройден путь до конкретного образования общественной организации, которая будет работать на благо российской энергетики. У меня все. Спасибо, ваши вопросы. Я жду. Вопросы, коллеги? Спасибо. Нижник Анастасия, образование личности. Правильно ли я понимаю, что ваша компания работала над вчерашним днем, над темой вчерашнего дня? Наша группа, она учла пожелания Алексея Евгеньевича и разработала конкретную программу создания, также поработав и над сегодняшней темой. Обсуждаем. Давайте обсуждаем. Суждения, коллеги? Александр? Попов Александр, образование личности. Хотели бы поделиться своим небольшим пилотным исследованием в нашей группе, о которой мы сегодня провели, по ресурсам развития общественной организации, про которую мы сегодня утром говорили? Выяснилось, что есть несколько категорий участников группы, например, те, которые готовы внести какой-то вклад посильный в общественную организацию, условное название Министерства развития энергетики. И другая группа – это те, кто имеет желание получить что-то от этой организации, и те, кто еще самоопределение свое не высказал. Среди тех, кто высказал готовность нести вклад в общественную организацию, были такие предложения. Например, готовность реализовать свой собственный проект, но в данном случае он напрямую не связан, например, с энергетикой, но как-то косвенно он может быть капитализирован, что ли, этим, этой общественной организацией. Также предложение реализовать проект совместно с другой общественной организацией. Также было желание высказано участвовать в реализации проектов, организационно-деятельностных игр, других мероприятий, и вносить благотворительные износы на поддержку конкретных проектов этой общественной организации. Среди тех, кто высказал желание получить что-то от общественной организации, это обучение и развитие как для карьеры, так и для себя. Ой, пардон, выключилось. И, ну, назвал бы это я так, продюсирование, то есть помощь в продвижении себя в компаниях или в отрасли, а также получение каких-то материальных благ и льгот. Вот, спасибо. Ну, мы предлагаем, может быть, ну, мне кажется, было бы полезно, если бы, значит, поговорить с каждым или, может быть, через анкетный опрос, как-то выяснить у присутствующих вообще его отношений и желаний и возможности поучаствовать вот в этой общественной организации. Может, прямо сейчас? Коллеги, а кто это будет делать? Не обозначен. Что главный ресурс – это люди, я увидел. Это очень важный момент. Но людей-то ведь вы не показали. Вы показали последовательность действий. Я так понимаю, что и главная проблема – это люди. Проблема, мешающая развитию. У вас написано «главный ресурс – люди», это понятно. А второй пункт. Развитие мешает осознание наличия проблемы и необходимость решения каждому конкретному человеку. Какая-то бессвязная фраза. Развитие мешает осознание наличия проблемы и необходимость решения каждому конкретному человеку. Поясните, кто это будет делать? Возможно, эта ошибка мешает отсутствие осознания наличия проблемы. Вот так вот в обществе в целом. Отсутствие осознания наличия проблемы. Да. Кому? Что кому? Мешает. Некой инициативной группе, которая формируется теми людьми, которые внезапно осознали это какими-то своими измышлениями. Грузиль, расскажи нам, пожалуйста, кто создал вашу организацию в Нефтьюганске? Создал я с ребятами. Ты ее создал? Ну не только я. Инициатор я. Нет, мне это важно очень, что ты создал. А почему ты ее создал? Потому что я понял, проблемы те, которые вызовы есть, внешние, внутренние, которые вчера об этом делали. Это раз. А ты создал ее один? Нет. Не один. А один бы мог создать? Ну, юридически, наверное, нет. Наверное, нет. А что тогда произошло вот в этот момент? Ты осознал раз? Это раз пункт. Да, осознал. Я тогда принимаю ваш тезис, он понятен мне. Поправились, понятен. Начал развивать эту идею. Можно к схеме вот там, где мы блочно изобразили. Вот что такое? Вот как это произошло? Это сколько времени длилось? Так, честно. И вообще самоосознание, оно пришло когда во сне или? Нет, не сразу. Честно, не сразу. Значит, я начал заниматься общественной деятельностью вообще с конца 2010 года. Но я не сразу понял все вызовы, которые есть на сегодняшний день. И до сих пор я понимаю, что я не все их понимаю. А начало это как типа увлечение, как хобби? Нет. Видимо, все-таки бессознательно я где-то, что-то у меня было такое в голове, но я не мог сформулировать, то есть я осознать этого не мог. Что-то беспокоило, да? Что-то меня беспокоило, я не мог понять, что именно, и начал вникать. Что-то не так, и хотелось что-то исправить, что-то понять, что-то изменить, да? Да. Я хотел и включился в работу общественной деятельности города. Вот это вот, вот здесь вот. А что такое включился в работу? Я этого не понимаю. Я пошел и сделал это. А? Я пошел в один прекрасный день на собрание, которое для молодежи организовывал глава города. Вот и все. А, глава города организовывал события. Да. Ты пришел там, сколько было человек? Человек 100. Человек 100? Да. И вот эти 100 человек, они создали общественную организацию? Нет. А сколько? Я, это инициатива от меня, но мы потом, у нас было 5 раз. Так а инициатива от тебя или от главы города была? Инициатива от меня. А, ты вышел на главу города? Там, нет, я, может, неправильно как бы сказал, что там было обсуждение вообще молодежной политики и вообще его политики по отношению к молодежи. То есть от него было? От него было событие-то? Событие заказчиком был он, а не ты? Нет, не он заказчиком был. А кто? Он говорил, что есть у молодежи такие-сякие проблемы, которые вообще не увязывались, которые, ну, я... Почему он собрал собрание? Кто его подтолкнул к этому? Ты его подтолкнул к этому? Нет, не я. А кто? А почему это собрание состоялось? Ну, честно говоря, я думаю, что это был некий пиар-ход в ту компанию, которая... Дежурная пиар-компания. Как бы там... Ну, в тот день попал именно туда я и начал задавать вопросы, которые меня не устроили. А, ты там стал задавать вопросы, что тебя беспокоит, да? Да-да-да. Потому что я почувствовал, что он врет. Ну, не то, что почувствовал, что я услышал. И о том, о чем он говорил, а я же все-таки работаю в сфере энергетики, там были вопросы, которые... Он говорит, я делаю то и все. Я стал это не вы делать, это мы делаем. Зачем вы так говорите? Это делаем мы, специалисты, а не вы это делаете. То есть ты вступил с ним перепалку? Конечно. А почему ты вступил с ним перепалку? Потому что мне не понравилось, что он врет. Ага. Так. А остальные как реагировали? Никак, просто сидели. Просто сидели? Да. И чем закончилось? Ну, мы шли, разошлись, но после они, конечно, подозвали меня к себе. Кто они? Ну, его команда свитая, он сам. Ага. Так, вот ты открою пендривался, ну-ка подойди, да? Да, да, да. Так и было. А и что? Мол, ты кто такой, чей будешь, чей холоп там и все такое. Ну, примерно так. Ну, ну, ну. С наездом таким, да? Чего пендриваешься? А я сказал, не надо. Да, как бы сказал Константин Филиппович, уши в бананы сувать. Засовывать не уши в бананы. Так что и что произошло дальше? Ну, постепенно и начал разбираться, скажем, в проблемы города. Ну, постепенно. Подожди, подожди, вы чем, на чем разошлись-то? Ты сказал. А, разошлись на чем? Снесу тебе в уши бананы, и повернулся, и пошел. Да ты, мол, не обращай внимания, мы дальше будем сувать бананы тебе в уши. А там проблема в чем заключалась? Там у нас есть райончик такой небольшой, и они загородили его забором крупным. И мне показалось это в образе, кто фильм видел, район 9 или 9, 9 район там, как называется, американский, мы уже видели, знаете. Там смысл такой, что неблагополучный район города, там 30 метров, сколько метров, я же не помню, высоким забором оградили, и там люди сами в своей каше варились, там убивали друг друга и все такое. Мне эта тема, мне это честно задело, и мне это не понравилось. Они также высокий забор вокруг этого частного сектора. Ты этот забор им тоже высказал, да? Конечно, я и высказал, зачем вы это сделали? Да там люди, мол, сами там хотят, как хотят так и будет жить, мол, там и все такое. Я говорю, это неправда, зачем вы так делаете? И тем более там, я знаю, там есть участок нормальный, да, то есть они навалили туда старые остановки какие-то там, ну, всякую ерунду навалили туда. Просто, ну, знаете, склад какого-то мусора непонятного, железа там. Я заступился, хотя меня об этом никто не просил. Понимаете? И когда он начал говорить всякую ерунду, я у него спрашиваю прямо, а зачем вы такой-то район огородили забором? Да там, мол, это там... Так, ты возмутился, они стали оправдываться, но ты остался в своей позиции. Ушли, да, но от тебя-то не уйдешь. Ну, конечно. Ты сказал, что... Ты сказал все, что о них думаешь, да? Да, да, да. Я сказал, вы не правы, и зачем люди... Нет, ну, после этого, получается, они все-таки тебя почему-то подозвали к себе. Ну, да, узнают, мол, ты кто такой, они никогда не видели, они всю молодежь лояльную горло знают по пальцам, то есть, ну, не то, что по пальцам, всех знают, те, кто лояльный, у них есть список, архив, все такое. А ты же не лояльный? Ну, не лояльный, ну, как-то так. И что произошло-то? Перепалка, обсуждение, полемика. А как после этого возникла общественная организация? Не сразу, она возникла через год. Я же говорю, что после этого я начал. Меня это очень сильно зацепило, как-то тронуло в душе, не знаю, как-то было какое-то... Типа кто в городе хозяин, да? Не то, что кто в городе хозяин, ну, как-то вот справедливость, что ли, вот как бы стремление к справедливости, к добру, к добру. То есть... Ну, я посчитал, что не людей... Кипит мой разум возмущенный, как это говорили, да? Да, да, да. Вскипело это, да? Вскипело? То есть, что людей считают за быдло, там, за рабов каких-то и все остальное. Мне это не понравилось. То есть, ты перешел вот в активную, как говорят, жизненную позицию, когда тебя задело, то, что, значит, власти города не делают то, что надо, а еще и врут. Не то, чтобы задело, я до этого видел, да, что происходит. Ну, понятно, понятно. Где-то пытался какие-то звонки делать, в администрацию в том числе, там друг друга пересылали, я так и не понял. А тут, когда была возможность встретиться, я пошел, конечно же. Я и там задал вопрос. Высказался, накипело, накопилось, высказался. Значит, я понимаю, не спроставить-то этот случай, но это еще не было рождением общественной организации? Нет. Не было. Это было рождением тебя, как общественного деятеля? Наверное, да, может быть. Так, это разбрались. Вот это вот очень важный момент, мне кажется, сейчас мы понимаем, как это происходит. А дальше, смотри, у вас все пункты после второго меня не сильно интересуют, потому что я их узнаю. Ну, хорошая программа. А ну, мне непонятно, как первые два пункта, как они-то, вот как их расшифровать по подпунктам, как это все. Вот ты сейчас начинаешь рассказывать, когда у человека что-то просыпается, он начинает активно действовать, но это еще не общественная организация. Да. Один в поле не воин. А что дальше это произошло? Как организация возникла? Можешь назвать имя того, кто стал вторым членом твоей организации? Могу назвать второго, третьего, это Дима и Максим. Вот, Дима и Максим. Да. Дима и Максим. Я пришел им, рассказал, вот какая-то проблема, ребята, что будем делать, что они, блин, а почему ты к ним пришел? Ну, это мои друзья близкие, поэтому я к ним пришел. Ты пришел к друзьям, да? Да, да. Понял, что больше ни с кем не договоришься, пришел к друзьям, говорит, друзья, есть проблема, не будьте сволочами, давайте пошли выше. Я не просил помощи, я говорю, так и так, то есть, что будем делать или не будем делать, там, ну и начали обсуждать. А ты стали обсуждать, что с этим можно делать, да? Ага, вы стали обсуждать, что с этой проблемой можно делать. Ну, я в том числе предложение, конечно, сделал, не просто так пошел, конечно. Предложения-то были у меня заранее. Так, и что они сказали? Они поддержали, они согласились, то есть, загорелись идеи моей, которые... И, соответственно, они тоже стали действовать, да? И у вас, вот возникла организация вот так вот, да? Нет, это еще... Это еще вторая фаза, но не последняя. А дальше что? Дальше больше, как говорится, то есть, мы... Вот этот второй пункт, который там написан, вот как раз ты его и пережил, да? На следующее собрание мы уже пошли втроем. А собрание к голове города? Да, к голове города так же. Его свиты. Он понял. А у меня друзья тоже очень, ну не тоже, а вообще грамотные, да, то есть умные. Крепкие ребята. Да, крепкие ребята, спортсмены русские, кстати говоря. Высокие, очень большие. Так? Понятно? Да. И, ну я к тому, что... И глава вас зауважал. Ну, встаю я снова, задаю вопросы те же самые. Я говорю, в прошлый раз вы мне бананы в уши насылали, так не пойдет. А он такой, а мол, кого еще это вопрос интересует там? Кого мешает бананы еще? Да, да, да. Как бы он-то не ожидал, что еще встанут мои друзья. Они, естественно, встал первым, ну сначала второй, потом третий. Причем мы специально расселись по разным местам аудитории. Поляна схвачена, пулеметными вышками. Ну, типа того. И причем специально друзей, то есть одного сюда посадили, другого сюда. А я сидел вроде как сзади. Понимаете? То есть, когда он говорит, то есть он гневался, вот, и такой смотрит там, и все понимают, что тут не то. Он врет. PR срывается. Да, да, да. Как бы вот такие моменты. такие вот технологии, что ли. Это был третий этап. Но это еще не было рождение общественной организации. Нет, вот год спустя после этих событий. Поэтому рассказывать долго, много. Ну, могу вкратце рассказать. что было несколько событий, которые последовательно привели к тому, что организация сложилась. Но очень важно, что сейчас рассказал. У нас даже два молодежных крыла есть. Мы и так молодые. А сколько сейчас у вас человек? Актива? Да. Из взрослых людей это 15 человек. То есть 15 человек это те, которые ведут остальных? Ведут, да. То есть они сами активные? У нас еще два крыла по 25 человек. Как я вам завидую. Аплодисменты. Спасибо. 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 Спасибо группе. Идем дальше. Или обсуждаем еще что-то? Времени много. Там кто у нас? Группа Министерства развития. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Наверное, эту схему сейчас обсуждать. Ну, давайте мы про нее скажем. То есть вот ту схему, которая была у нас вчера, которую мы показывали о том, как мы видели взаимодействие. То есть с этой схемы сейчас можно будет увидеть, что то развитие энергетики, которое наша группа видит, ну и, наверное, все должны видеть с этой же позиции. Все, что мы не делали, вот основное будет позиция дом. То есть вот мы дом спрашивали, какой дом им нужен. Не как построить даже, наверное, а вот какой дом им нужен все-таки. Мечта этого дома какая должна быть? Чтобы, живя в этом доме, не в Соломенном, может быть, не в Нифе, и думая, что вот когда достаток там поднимается, а нужно вот какой-то другой, то и он тебя не устраивает. Жить в доме мечты, которая позволяет в итоге вот идти на работу и работать, создавая высокопрознительные рабочие места все-таки в итоге. И через это качество жизни и развивать экономику в целом всей нашей страны. Потому что основной ресурс это человек. Человек будет жить хорошо, государство будет жить хорошо через его труд. Это потом, следующий слайд можно? Еще следующий. Сегодня утром возникла такая идея, то есть мы несколько дней выстраивали эти коммуникации все между группами, постоянно где-то что-то не хватало, где-то срывалось. Вот тут сегодня звучало не хотят думать или неправильно думают. А тут можно по-другому сказать, что думаешь, что правильно думаешь, но каждый день по-разному. то есть понимание возникало все время другое каждый день. А может два раза в день или три раза в день. Но понимание постоянно менялось. Когда мы взаимопонимание говорим не то, что друг с другом, а даже с пониманием вообще вот самой группы. В итоге эта схема родилась, которая сказала о том, что вот все наши представленные группы, которые есть, вот все, это просто идея, без взаимосвязей. Вот это и должно быть общественной организации и Министерства развития энергетики. Вот именно вот это. Потому что никакие другие коммуникации не помогут. И вот этот аппарат Министерства энергетики, развития энергетики, на чем министерство блокировало нас какое-то время, потому что, соответственно, здесь мы все-таки пришли к выводу, что Министерство энергетики это может быть как иная составляющая этой общественной организации. И вот тогда все из-за связи четко прослеживаются. Мы сегодня слушали наших энергетиков в будущее, которые говорят, что у них есть разработки, которые не могут внедрить, обращались в три организации, там что-то с одной ответ пришел, есть, нет, непонятно, как им, этим энтузиастам, в свои разработки внедрять. То есть здесь мы смотрели как бы в глобальной более схеме, то есть в том, что это предприятие, это разработчики, институты, общество, ну и министерство и все вот это при взаимодействии на какой-то площадке имеется в виду, то есть общественной. Когда министерство отдельно создано не будет, забиты бюрократическими какими-то делами, которыми, наверное, у нас все скорее получается, чтобы заниматься чисто, даже, как бы сказать, саморегуляция, наверное, какая-то происходит в ее группе и вот с образованием личности, которая бы поспособствовала развитию, дала бы энергию развитию вот этому процессу, как бы наша сторона, вот мы сейчас не дорисовали, да, вот этот тот иск, он там где-то и будет. И исходя из этой схемы, как бы, да, сегодня как бы вся работа должна была строиться, наверное, наших групп и вроде бы с этим все согласились, как бы мы видели, я думаю, что по энергетике будущего мы увидели, они говорят, да, у нас есть разработка, у нас есть желание, мы готовы внедрять, мы готовы разрабатывать, мы готовы разрабатывать, дайте рынок. Ну, вот, наверное, по ним одним и… а, по общественным организациям, конечно. Они готовы организовать, мы сейчас слушали все, то есть, организации, общественные организации готовы взять на… у них есть опыт того, чтобы организовать, вот организовать вот в этот в целом, в том числе. Можно следующие карты? Там некую дорожную карту, по которую нам говорил… Андрей Евгеньевич, что есть? Андрей Евгеньевич, что есть? Которая выявит ожидания заинтересованных организаций и лиц от Министерства развития энергетики. И на это мы отводим примерно один месяц. Инициативная группа – это общественная организация, потому что сначала мы сюда вообще написали Министерство энергетики, но потом нам подсказали, что оно занято, ему некогда этим заниматься, и кто за другой должен взять на себя ответственность, инициативу. Пришли к выводу, что это общественная организация. Далее запрос. Запрос – это, во-первых, площадка в интернете, например, какой-то сайт, где в форме опросного листа любой человек может зайти и заполнить, что он ждет, грубо говоря, от энергетики будущего, что он хочет. То есть приходит домохозяйка и пишет, говорит, я хочу вот это, вот это, вот это в своем доме. Приходит какой-то инженер, у которого может быть более профессиональное представление и понимание, он пишет свои ожидания и так далее. Также мы собираем ожидания от крупных игроков, таких как сетевые компании, например, производственные предприятия, генерация, а также крупные потребители. Собрав все вот это, мы отводим себе на анализ один месяц. И далее мы создаем некую площадку, на которой показываем необходимость создания субъекта развития энергетики. То есть министерство развития энергетики мы рассматриваем как таковой субъект. То есть уже обладая всей информацией, на этой площадке мы сможем показать, что сегодня у нас не существует той силы, того узла, который бы смог начать развитие. И, собственно, уже после того, как будет показана его необходимость, наступит непосредственно сама юридическая процедура создания. И вот тут у нас начался процесс ветвления. В какой же все-таки форме должно существовать министерство развития? Либо это госструктура, то есть прям полноценное министерство, либо это некий общественный совет при министерстве энергетики, или это вообще не слабо связанное с государством, вообще никак не связанная общественная организация. Мы на это отводим до трех месяцев. И суть в том, что на следующем слайде мы оцениваем эффективность каждой из этих ветвей. Но оценка там у нас очень сильно экспертная. Вот, может следующий слайд? Нет? Мы попытались оценить по нескольким параметрам преимущества и недостатки различных форм организации нашего субъекта развития. Как видно из таблицы, мы пользовались шкалой оценки от 0 до 2, где 2 – это максимальная величина, это наилучшая ситуация, а 0 – это наихудшая ситуация. Соответственно, по наличию административного, ну вот из таблицы видно, что баллы примерно поделились поровну. Мы осознанно убрали графу итогов, потому что значение каждого из этих параметров, оно отличается от остальных. То есть они неравнозначны. Следовательно, необходимо ввести какие-то весовые коэффициенты. И у нас банально не осталось времени, чтобы расписать, что на наш взгляд наиболее важно и какое будет это соотношение между весами всех этих критериев. Соответственно, сейчас мы не можем определить, какая форма организации этого субъекта развития является наилучшей, наиболее эффективной для развития энергетики. Там 8 месяцев, по-моему, чуть больше, чем Алексей Евгеньевич заказывал. Есть другой вариант еще. Можно следующий? Так, а это необходимые ресурсы, да, писали? То есть личности готовы взять на себя ответственность. Финансовые, информационные ресурсы. Следующий слайд, пожалуйста. Тут сроки чуть поменьше. Давайте рассмотрим результаты нашей работы вообще на этом форуме. Выявление проблем, существующих в энергетике, тут срок не стоит, потому что как бы, да, тут со своим багажом уже каждый приехал. Те проблемы, которых он знает, видит, чувствует. Анализ результатов проблем. Два дня мы занимались этим вопросом. Это вот наша экспертная оценка тем, как наша группа, соответственно, занималась. Определение необходимости создания общественной организации как условия для развития энергетики. Пять дней. Ну, можно сказать, что почти что 6-5, там, с чем-то, да. Когда пришла идея, что надо все-таки, что это создание общественной организации, именно общественной организации, а не какого-то там отдельного министерства. Групповое самоопределение для работы в общественной организации. Мы думали, что должно было произойти сегодня. То есть, да, когда мы сказали, что готова каждая группа сделать в том числе. Ну и вот у нас еще есть месяц, чтобы создать его. Все. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, вопросы. Хорошо. Андрей. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно вопрос на понимание. Вот, будьте добры, первую схему. Внешнее функционирование связи и отношений. Вот, вот так. Так. И теперь, значит, вторую схему. Внутреннюю схему. Да, 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 да. Вот скажите, пожалуйста, каким образом, то есть рассматривали вы взаимосвязь этих схем? То есть, правильно я понял, что взаимосвязь этих схем вы не рассматривали? Взаимосвязь этих схем нет, не рассматривали. Спасибо. Еще вопрос? Также вопрос. Я повторюсь за человека, который задавал вопрос мне. Правильно я понимаю, что группа работала над вчерашними задачами? Группа работала над сегодняшними задачами. Правильно я понимаю, что вы в своем докладе… Считаете ли вы, что в своем докладе вы все-таки указали ресурсы, через которые будут реализовываться будущие энергетики? Вот так вот. Еще раз, пожалуйста. Правильно я понимаю, что вы в своем докладе все-таки указали ресурсы по развитию энергетики, необходимые для развития энергетики? Вот ресурс самый главный. То есть ресурсы – это группы, которые здесь есть. Ладно, спасибо. Попов Александр, образование личности. Правильно я понял, что при рассмотрении моделей вот этого министерства развития энергетики вы не использовали опыт агентства стратегических инициатив? Да, правильно. Как бы пояснение, да? Это ведь идея, которую мы увидели и которая должна дать работать и дать толчок в состоянии. Наша эта группа, ведь министерство развития энергетики, мы вот сегодня вот теми вопросами показывали дорожную карту, которую рисовали. Мы, наверное, не самые большие специалисты в том, как эти общественные организации там создаются, поэтому, конечно, извините там, если где-то какие-то перекосы. Вопрос на понимание. Грузили группы общественной организации. А можно к слайду вернуть там, где следующий слайд, там, где таблица? Да. Да. Нет, следующий. Там где один-два дня был. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Последний, по-моему, там табличка. Так, вот это вот. Вопрос на уточнение, на понимание. Я вот отходил просто. Правильно ли я понимаю, что ваша группа, министерство развития энергетики видит себя, ну, в смысле, свою группу в участии в создании общественной организации всероссийского уровня? Я бы не говорил про всероссийский форум, наверное, да, вот то, что там вы представляете. Нет, общественная организация всероссийского уровня. Всероссийского уровня? Да, да, да. Участие в процессе создания. Нет, мы же, нет, мы видим роль общественной организации, группы общественной организации в создании общественной организации министерства развития энергетики. Вопрос на уточнение, правильно ли я понял, что вы, вернее, ваша группа, люди, участники, готовы работать в создании общественной организации всероссийского уровня? Министерство развития энергетики условно назовем. А это называется личное самоопределение. Мы в своей группе личное самоопределение, скажем, участникам не проводили. Это наша общая задача всех наших групп. Прийти к личному самоопределению и понять, есть ли среди нас всех те энтузиасты, которых воля побудет работать в общественной организации и продвигать нашу энергетику вперед. Вот мое мнение. Спасибо. Пожалуйста. Коллеги, у меня вот такой вопрос. Я смотрю на вашу заявку. Что мешает развитию необходимых ресурсов развития? Хорошая тема, но это еще тема дня. Показать дорожную карту развития министерства развития энергетики – это тоже мне очень важно, кажется. Но вот совмещая эту дорожную карту и тему дня, ведь, на мой взгляд, всплывает вопрос, на который, наверное, у вас есть и ответ. Но я хотел бы, чтобы вы тогда выделили из всего вашего доклада именно ответ на этот вопрос. Для меня он сегодня главный к вашей группе. А что мешает созданию министерства развития энергетики? Только одно, разумеется. Нужно образование личности, воля, желание творить, которое мы там написали, да? Написали, да? Написали? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, туда, пожалуйста. Есть там, да? Я сейчас напишу, я сейчас покажу. Желание служить, творить и развивать. Вот это самый основной пункт. А вот у вас двойка – это самая плохая оценка или самая высокая? Нет, это высокая, но тут, понятно, не надо смотреть, что они все одинаковые. Нет, подождите, так у вас куда ни кинь, везде все нормально с желанием творить и развиваться. Ну… А вы говорите, это проблема. Так это нигде не проблема. Это здесь не проблема. Это везде хоть отбавляй. Это здесь проблема. Нет? Проблема. Проблема? Конечно. Значит, неправильно написано? Неправильно. Неправильно написано. Тогда я начинаю понимать, что… Мы немножко другой… Вот эти цифры – это немножко другой смысл в них тут заложен. Мы имели в виду, что люди, работающие в любой из этих структур, они будут одинаково плодотворно служить… Они должны быть, да? Да. Ага. А у меня вопрос такой другой, да? Что сегодня мешает созданию Министерства развития энергетики? У вас есть ответ на этот вопрос? Ну да, вероятно, пока нету людей. Пока нету? Одного человека. Я дождал сегодня и от вас только вот этого. Все остальное – это вчера или там куда-то еще. Точно нету, да, Сергей? Не работали над этим? Я думаю, что есть. Надо работать над этим. Тема дня – что мешает развитию, а тема вашей группы – что мешает созданию Министерства развития энергетики. Я ли я не прав? Вроде бы логично. Вот это самоопределение группы должно быть на сегодня. А вы же самоопределением сегодня занимались. Жаль. То есть здесь вот у нас дефицит, да? Здесь у нас нет пока ответа на этот вопрос. Технологии-то вроде бы есть. Смотрите. Собственно, мне, конечно, нравятся технологии, как и в предыдущем докладе, где-то вот где с месяцами. Я вчера вам задавал вопрос. У вас там 28 лет было, и первый год – это создание Министерства энергетики. А я сказал, мне больше всего это интересует, первый пункт. Вы можете его развернуть? И вы сегодня это сделали. И это в этом отношении очень здорово, потому что вы пошли, мне кажется, не просто там, куда вас послали, а осознанно говорить. Надо в этом разобраться. В этом отношении я порадовался, когда вы сосредоточились на главном. Это где это? Перелистайте. Нет, еще предыдущее. Предыдущее. Ага, вот. Выявление ожиданий заинтересованных организаций и лиц от Министерства энергетики. Запрос инициативных групп с помощью вопросных листов. Это… Ноябрь? Месяц это какой? Да. Или май. Ноябрь. Значит, анализ результатов силами инициативной группы – это декабрь. 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 Я не собираюсь на информацию о энергетике, которая в условиях есть. Конечно. То есть можно сказать, даже полмесяца что-то уже есть. Понятно. Середина ноября. Декабря. То есть показ о необходимости создания субъекта развития энергетики в рамках площадки. А? Некоторая декабрия, которая… Да, да, да. Представление, да? Как доклад на ГЛРО Кржановского, да? Вот это и надо сделать сейчас. Одна неделя. Собственно, площадка уже есть. Мы планируем провести 18 декабря конференцию всех энергетиков Свердловской области по вопросам развития энергетики. 18 декабря посвященную как раз Дню энергетики. Приворачиваем к этому делу. Мы проводим это ежегодно. Вы можете выступить вот там, 18 декабря, проделав всего вот эти два шага. То есть вот эта площадка, я вам гарантирую, я это верну на себя, скажем так. Раз-два, и мы в дамках. И потрясенные, собравшиеся, там полторы сотни энергетиков собираются. У вас будет отличная аудитория. Причем мы и матерые, и студенты, там все будут. Зал соберем. А вообще можем вот что сделать. Собраться в цокольном этаже этого здания правительства. Там, наверное, поболее, там 300 войдет. Зал обеспечу. Цокольный этаж в доме правительства. И супер доклад. 18 декабря. Министерство энергетики. В смысле, я там буду, я туда приглашу министра. Или как минимум замминистра. Все будут. И министр будет, и замминистра. Тут чего ж, не придут что ли? Энергетика, поздравить с днем энергетика. А тут они и попались. А мы им доклад. Здорово. То есть схема вроде рабочая. В ней все нормально или чего-то не хватает? На ваш вкус. Что-то не хватает. А чего не хватает? Кто доклад будет делать, говорят. Или с этим нет вопросов? Мы трудимся над тем, чтобы создать министерство развития энергетики. Здесь, да? Ну и результатом нашего труда должно быть что? Вроде бы создание министерства развития энергетики. Если вы говорите, что 28 лет не надо и даже года не надо. Первые шаги, когда все это начинается, можно сделать за полтора-два месяца. Отлично. Меня это радует. Тогда мы можем за полтора-два месяца подготовиться и сделать хороший доклад, где обосновать. Мы же с вами убеждены, что министерство развития энергетики абсолютно необходимо. Мы-то здесь сидящие же. Все же вам верят. Вам все поверили. Значит, и 300 человек поверят. Вроде бы. А что им не поверить? Странно. Если вы будете убедительны и скажете, что необходимо создавать министерство развития энергетики. А ведь потом мы можем подвести к чему? К решению конференции. А решение конференции не хухры-мухры. Его подписывает министр для дальнейшей реализации. То есть, мне кажется, очень удачная схема. И теперь надо разобраться, что мешает ее реализации. Снять препятствия и мы в дамках. С чем я вас и поздравляю. Спасибо. Спасибо вам. В вашей группе был еще госзаказ. Госзаказ там по поводу… У нас, в общем, возникла такая ситуация. Вот я вам демонстрировал список, в общем, тех, кто заявлялся, на поездку в Москву, на учредительный съезд Русского инженерного общества. И вот сегодня Алексей Евгеньевич сообщил, что есть небольшая проблема, что, в общем, командировать туда могут, получается, несколько человек из УРФУ, именно трех, и одного человека от Министерства по физической культуре, спорта и молодежной политики из Росковской области. И, само собой, туда не могут командировать всех, кто не из Свердловской области. И, в общем, мы вот эту задачу отдали, получается, в группу Министерства развития. Нужно, ну, как бы выбрать, выбрать по каким-то критериям, я надеюсь, что группа как-то это отработала. То есть была задача упорядочить по, собственно, важности, я так понимаю, или что-то в этом роде. Да, мы как бы, на свое видение, то есть мы, конечно, не можем, наверное, стопроцентной гарантией оценить, потому что не всех, к сожалению, участников и слышали в том числе, и как их работа в группе, мы же не знаем. Но дело в том, смотрите, следующее, то есть нас, получается, 12 человек записалось. То есть получается, что 4 человека, они могут быть вот три от УРФУ, да, и один от Министерства спорта профинансированы. Поставим вопрос. Вопрос следующий. Те люди, которые записались от своих организаций, я понимаю, там вопросов с оплатой нет. Если есть, поднимите руку. Значит, у нас уже 11 человек. Вы уже отправлены. Не успеют, понятно. Вас вычеркиваем. Так, то есть всех, кто остальные, с каких-то предприятий, да, антиинститутов, никого проблем нет никаких. То есть и они едут. То есть и записали. Кто записался, работающий, едет, проблем нет. Все, понятно. Итого, у нас остается 3, 4, 5, 8 студентов. Место 4. Студентов 8. А, Министерство спорта – это кто-то другой, да? Нет, Министерство спорта может командировать кого-то. Не обязательно студента, насколько я понимаю. Да, любого человека. То есть одного, сколько кого-то. А у студентов своих, у этого трех, я понимаю, что нет. А у нас 8, да? Вот, да. Теперь, значит, вопрос тем, кто записался, кто это все прослушал, кто понимает, да, свою ответственность. И для себя вопрос задал, зачем он туда едет. То есть не просто записался, то есть он четко понимает, что он едет на форум молодых инженеров, потому что он знает, как он будет двигаться вперед. То, что он будет своей работой, да, как бы, наверное, надеяться своей работой приносить развитие нашей страны. И это целенаправленно, и это его целевой показатель. Это тоже так? Или не так? Да. Все. Так, то есть все студенты, ну, Лиза-то я понял, что да. А все остальные тоже. Никто не снимается. Или есть самоотводы? Да, конечно. Скажите, правильно ли я понял, что это список по Свердловской области, да? А, все, понятно, спасибо. Тебе объяснили, да. Ну, следующее, значит, у нас получается, я, к сожалению, безручками тут сейчас тяжело ориентироваться. Ручка вот. И то было. Там вопрос поездки одного человека, я так понимаю, это что-то 11-12 тысяч. Я правильно понимаю? Я думаю, да, где-то так. Секундочку, пожалуйста. Так. 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 Вот тут как бы у нас я вижу две, да, два выхода ситуации. Первая ситуация, это соответственно четыре человека, которые едут, кто-то не попадает. А вторая ситуация какая? Мы все здесь тоже площадка, тоже общественная организация. Если мы готовы творить в будущем, мы готовы сейчас уже сделать шаг к этому. А там мы писали, финансирование где там? Нет. Да это всего. Готовы ли мы сброситься все вместе для тех людей, на которых не хватает, чтобы оплатить эту поездку? Все вместе это было бы… Сейчас, секунду. Что-то, если я не ошибаюсь, порядка 35 тысяч рублей. Ну что, общественность у нас? Общественность или нет? А я не знаю, сколько нас тут человек. У министерства-то нету готовой уже версии, да? Чтобы объявить ты, ты и ты. Нет? Такой нет у меня версии. Потому что да, мы кинуться. Ладно, давайте мы по-другому. Мы сейчас запустим лист. Тот напишет фамилию, кто готов, сколько пожертвовать на это дело, наверное, и потом примем это решение. Либо одно, либо другое. Ну, а что, общественная организация, привыкайте к самопожертвованию. Какому-то там небольшому. Министерство расписалось в неспособности решить задачи. Трех человек надо, три фамилии назвать. Ну, четыре. Илья Гордеев. Его, кстати, нет. Съехал с игры. А можно сразу основание? Почему Илья Гордеев предлагается? Ну, мы не пересекли, что это не видим. Ну, да, да, да. Вот как? Почему? Почему? На первом месте я вообще. Я ориентировался о том, как мы работали. Сначала мы ставили полностью приоритетность от того, как мы это видели. То есть от участия человека, от того, какие он мысли выражал. И не только мысли даже, от той позиции, какую человек поддерживал на форуме. Даже больше от того, какую позицию. И мы проставили свой приоритет. С нашей группы Константина Овчинникова сразу, в первую очередь. Почему? Потому что я постоянно как бы общались. Я его просто больше всего знаю, как. То есть если других вижу только на время пленумов, то там мы работали всю неделю, каждый день. То есть человека видно, насколько вот он ко всему этому, к разработкам, каким-то этим. У него огонь в глазах. Основание очень понятно. Огонь в глазах. Осталось назвать фамилии. Константин, да. Но он как бы вроде как работающий, поэтому я сейчас даже уже его здесь и не указывал, потому что тут смотрел. Так что он не поедет, что ли? Ну, поедет. Как не поедет? Михаил Бортников. Считаем, что нужно там быть. Тем более он молодой разработчик. Куча идей. Самое главное, куча желания. То есть, наверное, то место, куда нужно ехать. Показал себя, да? Показал себя человек. Берем так. Причем не всегда. То есть, например, показал себя. Ну, не всегда уступал просто, видимо. Тяжело нам, когда мы же не видим работу в группах. Поэтому тут довольно у меня… Лизавета Вакумова тут без комментариев. Конечно. Без комментариев. Илья Гордеев. Почему? Потому что тоже достаточно. Вот мы общались эти дни как раз вот. И виделся вот тот пояс, который они хотели найти. И тут вот мы еще искали. Кстати, вот они нам помогли очень сильно. И группа. А правильно я понимаю, что вообще-то мы называем людей, которые взвалят на себя, мы им. Мы решаем, что они должны взвалить на себя очень тяжелую ношу. Да. Именно так, да? И они это тоже понимают. Я надеюсь, что они это понимают. Я не знаю. Просто был такой игровой ход дать это Министерству развития энергетики. Вроде основания изложены. Вот мы сейчас можем это обсуждать. Но сначала еще фамилий не хватает, да? Там главное, что студентов надо назвать. Которые мы сейчас сообщим. Сегодня даже сообщить по почте. И все. Они будут включены. Так, значит, еще раз. Бортников. Абакумова. Так. Это у нас студенты, да? Это студенты еще. Еще одного не хватает. Одного студентов. Так. Гордеев. Гордеев. Три. Все. И четвертый, который будет командирован от Министерства молодежной политики. Ну, это не студент, я понимаю. Можно не студента. А можно и студента. Овчинников Константин. Он сам полетит. Значит, соответственно, у нас будет пятеро, а это место мы можем как бы обеспечить для кого-то еще. У меня видение такое все-таки, что студенты – это все-таки та часть общества, у которой есть стипендия, но которые сами зарплату не зарабатывают. А не поедут все равно за чей-то счет получается, там родители или кто. Работающая молодежь, она все равно все-таки как-то… Ну, мое видение, что она может себя обеспечить. Они не могут себя сами обеспечить, если сильно хотят, а студенты – нет. Ну, понятное основание. Мое видение просто. Спасибо, спасибо. А кого именно? Кого именно? Кого именно, да? Здравствуйте. Я разобрабатываю проект по обработке карбона, и мое выступление было запланировано на последний день. Я выдвигаю свою кандидатуру. Спасибо. Это Мария Ильдовна. Да. Так, что министерство скажет? Так, тогда прошу зачитать тех, кого вы не включили в список. Кого не включили? Да. Кто не поедет? Из всех вообще. Всех, кто не поедет? Всех, кто не попал в список? Работающие-то поедет, они что-то подправляют? Ну, поедет один Константин. Я спросил первый вопрос. Те, кто работают, им нужно оплачивать, они поедут за свой счет. Ни один руку не поднял, значит, они едут сами. А, они едут сами все. Тут вопрос между студентами только стоял. То есть вопрос только студенты, которые не едут, да? Да, да, да. Можно зачитать тогда этих пятерых? Конечно. Студенты. Анастасия Бессонова, Александр Самарев, Егор Лепихин. Еще двое. Чего? Восемь же. Александр Лемих. А, Лемих, ты не едешь. Понятно. И еще кто? Еще один остался. А, все? Все. Ладно. Лемих, Лепихин, Самарин. Не едут. Не едут. Ну, что? Так не едут или едут? Три человека осталось. Я понял, что они не едут. Три человека осталось. Так, хорошо. Доклад мы выслушали. Спасибо. Что-то так долго. Доклад такой. Дело-то плевое. Хорошо. Что скажете? Так вот, я и говорю. Суждение по тому докладу. По тому. Понятно. А подождите, тогда уж давайте по этому, потому что мне надо еще определиться и сообщить. Согласны ли вы с выбором министерства? Ну, собственно, я в целом согласен. Ну, только меня вот здесь задается. Мне вот, честно говоря, жалко, что не поедет Лемих. Потому что я знаю, что я на него могу точно положиться. Остальными, при всем уважении, я просто мало знаком. Конечно, Лизавета, я даже не обсуждаю, какие вопросы могут быть. Ну, меньше, чем с Александром, я понимаю, что это человек, который может взять на себя очень большую ответственность. И таких людей я знаю очень мало. Остальным я доверяю, конечно, доверяю. Но вот для меня это риск. Человек может сказать, я передумал. Да? Вот вопрос по Марии. Хотя бы группа, может, ее это рекомендует. Я, честно говоря, не видела, как она выступала у нас. Может, не заметила? Собственно, группа рекомендует, да. А почему? Можно основания предъявить? Почему? Да, да, да. Если мы выбираем сейчас все-таки, кому поехать? Конечно. Мария или Саша? Да. Может. Ну, я, собственно, за Марию, конечно. А я, конечно, за Сашу. А я за Марию. Я тоже за Сашу. В группах что-то можно сказать? Рекомендации чьи-то есть? Пожалуйста. Мария же только что сказала, что у нее есть проект, который был запланирован на выступление последний день. Мое место в развитии энергетики. Ну, я сейчас не про это спрашиваю, а спрашиваю, как группа ее характеризует по работе на нашем пленуме. Группа ее очень хорошо характеризует как компетентного специалиста по карбону. В данном случае. А зачем она на игру тогда приехала? Это уже полемика, извините. Мне кажется, это самоопределение. Мы хотим услышать Марии, зачем она приехала на пленум. На пленум, говорю, на игру. Вообще, у меня форум представлялся много по-другому. Я думала, что здесь будут рассматриваться именно вопросы по энергетике. Я хотела узнать что-то новое и вырасти профессионально. Хотела бы тоже сказать в свою очередь, что на самом деле классная жизнерадостная девчонка учится на двух образованиях, получает два одновременно образования, стремится, значит, к совершенству, очень много чего понимает. И главное, что разбирается. Это я считаю, что у молодежи очень ценится. Спасибо вам. Спасибо, что вы отставите свое товарище, которого мы не знаем. Но вот все знают здесь Александра Лемеха. Это человек, который настоящий общественный деятель. Настоящий. Таких у нас в области мало. Мне кажется, если он не поедет, мы все проиграем. Вы, вы проиграете. Это мне так кажется. Пожалуйста, микрофон передайте. Александр Лемеха, это само собой, как студенты поедут без руководителя. Нет, нет, только само собой. Однозначно. Как само собой, место четыре? Место четыре. Вот я думаю, что мальчик Илья еще есть. Нет, подождите, я так как бы не понял. Я когда мне давали, я так понял, что как бы список-то общий дали. Александр как бы вне списка, здесь просто он попал. Это непонимание. Потому что кто-то передо мне сказал, а, Александр, тут нет, тут не считайте. Как-то вот так прозвучало. Я понял, вы его не вычеркивали, вы его в уме держали. Александру Лемеху общественность как бы это место оплатит. Четыре человека. Лемех, Бортников, Лиза и Мария. А пятого чего вычеркнули? А пятый сам поедет. Вот мальчик. Нет, там еще один был назван. Илья, да? Ну вот, да, его нет, к сожалению. Тогда получается Илья выпадает. Да. Которого нет. Я извиняюсь, на самом деле это непонимание ситуации. Ну понятно, все разобрались, да. Разобрались, непонимание бывает. Мы думали, что там командировка. Все нормально, нормально. Разобрались. Недоразумения бывают. Итак, мы сформировали делегацию нашу из пяти, получается, человек. Или там с Ильей что-то надо еще. Кто-то в защиту Ильи что-то скажет, которого нет. Илья, которого нет. Нет, так не надо. Деньги есть. Деньги есть. На четыре места. Илью? Илью. А кто хочет брать Илью? Я их спросила. Кто хочет взять, чтобы Илья поехал за наш счет? Никто не хочет. Да, пожалуйста. У меня вопрос на понимание. Правильно я понял, что вот сегодняшний список, который отдали группе Министерства развития энергетики. И сейчас Сергей перед нами всеми определил тех людей, кто поедет. Рекомендовал. Рекомендовал, да. Но, понятно, второй вопрос. Правильно я понял, что решение тех, кого он рекомендовал, будет окончательным? Решение будем принимать мы все сейчас. Это была рекомендация. Мне кажется, Сергей, может, долго объяснял, но он правильно обосновал. Он сказал, это те люди, которые здесь на себя проявили, как инициативные, как креативные, как ответственные. Все было сказано. В общем, другое дело, там с Лемехом вышло непонимание. А можно суждение? Разобрались? Да, пожалуйста. Можно суждение? Спасибо. Спасибо. Вот я считаю, что Александр Лемех точно должен поехать тогда в таком случае, если уже решается здесь этот вопрос. А насчет других участников я не вижу, чтобы кто-то точно самоопределился. Ну, конечно, извини, Лиза, да, то есть как бы, ну, понятно, ты девушка симпатичная, я не против, но туда нужны люди, которые точно знают, зачем они едут туда, что они там будут делать и что потом они будут делать. А вы здесь сегодня выступали, я не знаю, не понимаю, туда-сюда, ну, несерьезный подход. Я понимаю, вы студенты, у вас все будущее впереди там, вы как самоопределитесь, так вы еще раз поедете. Поэтому я считаю, что те, кто фамилии обозначили, те, кто поедет, ну, кого-то, к сожалению, придется вычеркнуть. А может кто-то возьмет самоотвод? Либо самоотвод, да. При всем уважении ко всем участникам. Спасибо. Спасибо. Ну, задача непростая, на самом деле. Мы же, это наши товарищи, которым мы доверяем и дальше, от которых мы ожидаем, не просто, чтобы они скатались в Москву, да, ожидаем, что мы выиграем все вместе от того, что они туда поедут, наши люди, что они будут делать там то, что нужно. Так ведь? Мы же это понимаем. Поэтому вот рекомендации прозвучали, обсуждение прозвучало, я так понимаю, что оно таким логическим образом завершено, мы исчерпали основания. Есть конкретный список, который вот сейчас, получается, прозвучал, да, в конце, надо было сообщить. Если какие-то будут еще необходимые решения, то, наверное, можно их порешать. Ну, я бы предложил вот каким образом, те, кто все равно хочет поехать и вот остался за бортом, например, и тем, кто точно уже попал в этот список, просто остаться после и в узком кругу порешать с помощью спичек или там чего-то еще разобраться, кто точно поедет или нет. Потому что вот сложно нам голосовать, сложно. Вот я понимаю, что Саша в этом отношении, и Сергей-то правильно его сразу заскокил, как неподдержащего обсуждению, само собой разумеющееся. Спасибо всем. Значит, нам надо завершать, да? Надо завершать. Я бы сказал так, что есть важная новость. Я сегодня наблюдал, наблюдал, что я так все знаю. По интернету немножко, что здесь происходило, вот огрызок, но что интересно, я чувствовал напряжение мыслей. Было удивительное время, которое здесь вот нам пришлось всем пережить. Особенно очень важный момент, когда Александр Попов сказал, что образование личности происходит в тот момент, когда момент самоопределения к какому-то делу. Вот меня как бы тряхнуло так это дело и немножко потрясло. Я был потрясен. Вот на самом деле это совпало с тем, что думал я. В резонанс попало. Поэтому таки механические, чуть ли не до механических как бы ощущений возникло. Перезвоню. Это значит, что нам удалось, вот мне кажется удалось как раз подтвердить убежденность и главную идею Георгия Петровича, что мышление субстанционально. Оно имеет свою инерцию. Мы его как маховик раскручивали. Но дальше оно идет по нам. По нам. И может где-то поверх нас. Оно становится неким общим, как ноосфера, да? Как какое-то поле вокруг нас, которое передается не только вербально иногда, интуитивно и да еще каким-то образом. И здесь одна печальная новость. Игра закончилась. Это счастливое время, когда мы жили, творили здесь на полную катушку. Что смогли, то сотворили, а что не успели, то не успели. Завтра у нас завершающий день. Практически нам надо будет уже подводить итоги, что мы сделали за неделю. Обратите внимание на тему поиск субъекта развития. Собственно, мы по своему замыслу предполагали, и мы в это очень сильно верили и надеялись, что в этот день у нас должно произойти рождение личности. Ну, еще продолжаем надеяться. Но понятно, что нам надо выходить из этого процесса, креативно возвращаться к жизни и деятельности, я думаю, что с новыми силами. Завтра у нас предстоит экскурсия на станцию. Она будет с утра, с самого утра после завтрака в две группы или в одну? В две. В две группы, да? То есть первое время у нас будет такое, но я так понимаю, что еще будет работа такая же в группах, видимо, рефлексивная. Я не знаю, стоит ли нам здесь собираться, надо подумать. Но завтра мы должны оформить то, что получилось. Дальнейший, ну, как бы креатив, он не позволит нам собрать все ценное, что было. А я считаю, было очень много ценного и интересного. И отделить от того, что можно отказаться с тем, чтобы у нас получилась вот эта сборка, сборочные доклады, которые прозвучат в субботу. А хотелось бы, чтобы каждый из нас определился своими личными планами и, опираясь на то, что он здесь наработал, шел вперед к своему успеху. Можно этим и не делиться с окружающим, это может личный процесс, да. Но тем не менее, завтра хотелось бы выйти на некое личное планирование, на понимание, как это происходит, как это происходит со мной, как это должно происходить с человеком, откуда берутся силы у человека стать личностью, стать деятелем, совершить свой, может быть, маленький подвиг, а может быть, осуществлять какое-то пожизненное подвижничество. Завтра же у нас запланирован такой визит, я не знаю, не экскурсия вроде бы и не литургия, да, посещение, а какая-то с беседой в церковь, в знаменскую встреча с священнослужителем, с отцом Сергием, мне кажется, что имеет смысл спросить, понять, может быть, там, а может, там надо просто помолчать, может, там можно сосредоточиться и что-то для себя допонять, что мы сегодня здесь, за эти дни здесь поняли. Например, один из вопросов энергии развития, энергии развития, я бы сказал это по-другому, откуда берутся силы у людей на то, чтобы силы, энергия, дух для того, чтобы что-то делать, вставать и что-то делать. Вот это у нас должно получиться. И кроме этого, у нас еще сегодняшний есть вечер, надо с ним как-то распорядиться. Я понимаю, что у нас времени, мы много времени у себя уже отняли, но я думаю, неспроста нельзя проходить мимо важных моментов. Уж извините, что я был слишком, может быть, пристрастен, но очень важно, что понять, что нашли, что поняли. Вы, работая здесь, поскольку вот я выпал из процесса, мне было важно с вас это, может быть, где-то клещами вытянуть, но как получилось, я понимаю, что результаты есть, результаты, они будут с вами всю жизнь дальше, а теперь нам надо это оформить. Итак, рефлексия в группах какая-то должна быть, да, понять, вот как нам дальше работать, оставшийся кусок времени. И у нас было предложение сделать небольшую культурную программу. Только вот варианты, варианты, может быть, стоит обсудить. Или идем отдыхать, или соберемся после этого на какое-то небольшое мероприятие. А как там, Оля, насчет вечера поэзии? Это никак? А, завтра, да. Сегодня хотели собраться и посмотреть фильм. Такой, хороший. Про супергротехника. Про супергротехника. Ну, вообще, у меня развилка, честно говоря. Есть фильм «Полианна». Я очень рекомендую его всем посмотреть. Фильм, который говорит о том, как может маленький-маленький человек делать большое-большое дело. Удивительный фильм в этом отношении. На мой взгляд, даже потрясающий. Правда, его предлагают. То есть Андрея Рублева не смотрим. Обсуждение не подлежит. «Полианну» смотрим. Второй. Просто мне нравится очень фильм «Андрей Рублев». Там по-другому, по-русски, как человек рождается. Мне так кажется. Но его все видели, наверное. Его все видели. А «Полианну» никто не видел. Тут, может быть, по этому фильм совершенно, мне кажется, серьезный и мощный. Андрей Рублев. Но поскольку его видели, а «Полианну» не видел, давайте посмотрим «Полианну». Саша просит. Да. Да, пожалуйста. Я понял, что «Полианну» – это тоже русский фильм. Нет. Иностранный, да? Английский. Английский? Да. Ясно. Спасибо. В этом его минус. Но фильм хороший. Что сделаешь? Фильм хороший. Удался. По времени. Во сколько мы здесь встречаемся? В 20 минут. Что, в 20 минут? На рефлексию. То есть, без 15 и 12 начинается фильм. Закончится в час 15. Нормально. Без 15 и 12 встречаемся. Через 32 минуты. А, минуточку. Те, кто собирается поехать, давайте на пару минут соберемся. Те, кто все-таки хотел бы поехать, а его в список не включили. Да. Может, есть какие-то. Те, кто все-таки хотел бы поехать. 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 Те, кто все-таки хотел бы поехать.